Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень благодарны, что вы нашли возможность, что вы нашли время в нашем непростом городском ритме для того, чтобы прийти сегодня сюда, в этот зал. Я надеюсь, что будет очень интересно, созидательно, что все мы вынесем что-то важное, ценное, дорогое из нашей сегодняшней беседы. А наша сегодняшняя беседа будет построена вокруг очень важного события для нашего издательства, выхода очередной книги нашего дорогого автора, игумена Нектария Морозова. Эта книга посвящена такому глобальному антропологическому явлению, проблеме, феномену, как хотите. Эта книга про одиночество. Эта книга вышла в новой серии, которая в этом году может похвастаться наше издательство. Серия с таким незамысловатым названием. Яна, как называется серия? Открывая православие. Но не обращайте внимания на название. Серия достаточно глубокая и содержательная. В этой серии публикуются такие авторы, как Протерея Алексея Умински, Протерея Геннадия Фаст и многие другие. И еще раз, простите за повтор, я выражаю радость, что в этой серии отец Нектария опубликовал свою новую книгу. Я думаю, что мы не будем отходить от канона, сложившегося уже в этом гостеприимном зале, по Кровских воротах, все мы скажем коротенькое вступительное слово, а потом у каждого из вас будет возможность задать отцу Нектарию свои вопросы. Надеюсь, что эти вопросы будут не слишком длинными. Давайте дадим возможность всем спросить и выразить какие-то свои мысли по поводу сегодняшней темы. И в завершение, тоже по сложившейся традиции, наверное, каждый сможет получить автограф на вот этой замечательной книге. Я с радостью передаю слово отцу Нектарию. Если вдруг кто-то из присутствующих не знает отца Нектария, это замечательный писатель, публицист, который выпускал книги не только в нашем издательстве, а во многих других, статьи отца Нектария можно найти на разных ресурсах. Это и православие мир, и православие Ру. Отец Нектарий сейчас настоятель храма Петра и Павла в Саратове. И если кому-то интересно лично познакомиться, точнее, простите, ближе познакомиться с отцом Нектарием, в издательстве Никея выходила книга «Монахи», где было 9 историй интересных людей, которые приняли монашество. И, в общем-то, был вопрос, а почему, что произошло с этими людьми, что натолкнуло их на вот это непростое решение. Одна из 9 историй – это история отца Нектария, которая, как мне кажется, одна из самых интересных в книге. Итак, еще раз спасибо, что вы пришли. Давайте встретим отца Нектария, он скажет слово, и потом все могут задать вопросы. Спасибо. Я, на самом деле, прежде всего хочу выразить благодарность издательству Никея за то, что мне была предложена эта очень важная и в то же время очень сложная тема, разговор на которую, как мне кажется, совершенно необходим, потому что нет, наверное, ни одного человека, который не знал бы, что такое одиночество, и никогда в своей жизни от него бы не страдал. Хотя, безусловно, каждый из нас по-разному понимает одиночество и по-разному его переживает, но, тем не менее, этот разговор, повторюсь, мне представляется очень важным, потому что одиночество – это некая реальность, объективная, независимая всецело от обстоятельств жизни человека. Просто эти обстоятельства порой заставляют нас о нашем одиночестве забывать или же, наоборот, в нас как-то углубляют, усиливают вот это ощущение одиночества, делая его порою совершенно нестерпимым и невыносимым. Но, наверное, нужно сразу определиться, что мы понимаем под этим словом, потому что, возможно, одиночество как минимум двух типов. Первое – это когда человек страдает от того, что он в жизни один. У него нет близких людей, нет родных людей, нет любящих его людей, нет любимых им людей, и он чувствует себя буквально, как если бы он был один на этом свете. Ну, так бывает далеко не всегда, но, тем не менее, в какие-то трудные моменты для человека он зачастую остается один. И происходит это порой по самым разным причинам. Иногда можно найти причины естественные, иногда это происходит неким промыслительным образом. Я об этом скажу дальше чуть подробнее, но я бы хотел сказать о том, что есть еще одиночество иное. Если от первого одиночества достаточно легко избавиться, бывает, если только это не какой-то крест, который Господь дал человеку, которому необходимо в жизни понести, а есть другое одиночество, то, которое для нас природно. Каждый из нас, даже если мы окружены самими близкими, самыми любящими, самыми понимающими людьми, в какие-то моменты чувствует, что он все-таки один. Почему? А потому что оказывается, что все-таки нет ни одного человека, который бы чувствовал точно так же, как чувствуем мы, переживал что-то точно так же, как переживаем мы, и мог бы спуститься с нами в ту глубину страдания, которую мы иногда испытываем. Потому что радость разделить с человеком можно, и нам хочется, чтобы кто-то с нами разделял те радости, которые в этой жизни мы все-таки, слава Богу, переживаем. А вот когда мы испытываем страдания, то оно всегда бывает глубоко индивидуальным. И вот это одиночество, наверное, повторюсь, носит для человека характер природный. Почему это так, я тоже, наверное, скажу чуть-чуть позже. Нужно, наверное, постараться понять для себя, что делать с одиночеством. Принять его как данность, принять его как факт и примириться с тем, что мы порой одиноки среди людей и без людей. А иногда мы одиноки, потому что мы ощущаем, что никто не чувствует, не понимает, не переживает то, что случается с нами, так как переживаем, чувствуем, понимаем, это мы. Наверное, всё-таки человек должен стремиться к преодолению этого ощущения одиночества. Во-первых, он должен к этому стремиться, потому что он не должен быть один. Нехорошо быть человеку одному не только в том смысле, что нехорошо человеку проживать свою жизнь без спутника или без спутницы. нехорошо быть человеку одному, потому что Господь хочет, чтобы мы все были вместе. Мы очень хорошо эту волю увидим, даже в той молитве «Отче наш», которая дана всем нам, и в так называемой первосвященнической молитве Спасителя о нас, когда Господь говорит о том, что Его желание, чтобы мы все были едины. И к этому единству с другими людьми человек, безусловно, обязательно должен стремиться. И путь к преодолению одиночества такого человеческого, наверное, лежит через осознание того, в чем коренятся его причины. Когда мы чувствуем, что мы остались в жизни одни, что никого нет рядом с нами, нужно понять, что отталкивает от нас людей, что делает наше общение с ними затруднительным, что в нас является препятствием к тому, чтобы у нас были близкие люди, и чтобы им не было трудно с нами. Порой бывает необходимо задаться таким вопросом, немного чудным, но на самом деле, мне кажется, очень правильным. А хорошо ли мне было бы самому с собой? То есть вот если бы был другой второй человек, такой же, как я, было бы мне хорошо с ним? Или мне вот с этим другим человеком, который есть я, было бы тяжело и невыносимо? Ну и если оказывается, что тяжело и невыносимо, то от этой невыносимости обязательно надо постараться избавить окружающих. И постараться то, что в нашей жизни, в нашем сердце, в нашей душе есть, тяжкого для окружающих нас людей, из своей жизни свое сердце по возможности удалить. А вот что касается ощущения природного, то тут все немного сложнее. Причина его заключается в том, что каждый человек уникален. При всем при том, что мы все друг на друга очень похожи, мы и выглядим схожи, и души наши устроены неким сходным образом, но вместе с тем нет ни одного человека, который бы повторял человека другого. В этом какой-то удивительный промысл Божий о нас, вот в этой уникальности человека. И те отношения, которые у нас складываются с Богом, они тоже носят совершенно уникальный характер. Вот эта именно уникальность, она делает нас до конца непонятными для других людей. Ну и других людей делает до конца непонятными для нас. Именно эта уникальность заставляет нас ощущать вот эту непонятость, вот какую-то удивительную сердечную муку и тяготу в те моменты, когда мы более всего нуждаемся в понимании. Ну а здесь путь к преодолению одиночества, он, казалось бы, совершенно очевиден. Бог создал нас для себя, и только в Боге может успокоиться наше сердце, как говорил об этом блаженный Августин. Эти слова наверняка мы слышали неоднократно, но беда в том, что они порой нам кажутся каким-то общим указанием, чем-то таким, путь к чему для нас совершенно не очевиден. Но на самом деле, когда мы ощущаем свою оставленность не только людьми, но и Богом, а такое бывает практически с каждым человеком, мы бываем склонны жаловаться на то, что Господь нас оставляет, наедине с нашими трудностями, наедине с нашими скорбями, наедине с нашей болью. На самом деле надо глубоко задуматься, а может ли действительно Господь кого-то оставить. Вот в частности мы видим крест, и мы не видим, чтобы кто-то не оставил Господа в тот момент, когда Он находился на кресте, кроме Его возлюбленного ученика и Его матери, но в то же время на кресте Он находится один, и Он страдает там за весь человеческий род. А человек оставляет Бога постоянно. И вот есть дело промышления о каждом человеке, о всём человечестве в целом, есть то, что Господь постоянно творит на земле, совершая свою благую волю о нас, и очень мало оказывается людей, которые готовы в этом участвовать. Вот весь Ветхий Завет наполнен примерами, когда Господь призывает пророков на их пророческое служение, и звучит вот этот вопрос, кого послать и кто пойдёт для нас. Как правило, даже те, кто к этому призываются, с большим трудом на это откликаются. И когда Господь говорит о том, что пасты жато много делать или мало, то речь идёт, безусловно, не только лишь об апостолах или пастырах Церкви Христовой, речь идёт просто о том, что очень мало есть людей, которые, если можно так сказать, готовы трудиться с Богом вместе, потому что Господь неустанно совершает дело нашего спасения, дело промышления о нас. И когда человек главным делом своей жизни делает вот это стремление к собственному спасению и способствует спасению тех, кто его окружает, то он входит в вот этот божественный труд и, безусловно, не чувствует себя одиноким, потому что начинает чувствовать глубочайшее чувство единения с людьми, и он начинает ощущать ту любовь, которую ощущает Господь, которая есть в Боге, которая распространяется на всех людей. Он становится в какой-то ограниченной степени, но всё-таки причастным к этой любви. И вот эта любовь, вхождение в неё помогает человеку избавиться от одиночества. То, о чём я говорю, ну, наверное, какие-то совсем краткие слова, и как-то очень схематично я говорю о самых важных вещах, но подробнее об этом можно прочитать в книге. И я, безусловно, не буду стараться сейчас её целиком пересказать, потому что тогда бы не было совсем никакой необходимости её читать. Но с удовольствием отвечу на ваши вопросы, как по теме книги, так и любые другие вопросы, которые могут у вас быть. И с большой радостью начну вот нашу с вами беседу, наш с вами диалог. Да, дорогие друзья, ещё перед вопросами я хотел бы передать этот микрофон, предоставить слово Яне Грицова. Это редактор, один из редакторов издательства Никея, замечательный специалист. Собственно, Яна вот и подготовила эту книгу со стороны издательства, книгу отца Нектарии, и, наверное, она тоже хотела бы поделиться со своими мыслями и ощущениями. Спасибо большое. Конечно, есть и мысли, и ощущения, и все они замечательные. На самом деле, я очень рада, что когда Владимир с отцом Нектарием задумали эту тему одиночества, мне повезло, потому что мне эта книжка досталась. И для меня, на самом деле, работа над этой книгой – это, знаете, целый какой-то определенный этап в моей духовной жизни. Потому что делая такие книги, ты сам растешь, ты вместе с этой книгой движешься на своем пути. И очень интересная тема, потому что на самом деле церковь, как мы понимаем, это общность людей. И, казалось бы, о каком одиночестве может идти речь у нас, у христиан. Мы каждое воскресенье собираемся на литургию, которая переводится как «общее дело». Но, читая эту книгу, я сама поняла, работая над ней, поняла, насколько это важная тема для человека, который выцерковлен, который является христианином. И отец Нектарий, он эту тему рассматривает с очень разных сторон. Он говорит и об одиночестве в семье, и об одиночестве в обществе, и, конечно, об одиночестве в церкви. И я тоже не буду говорить о ее содержании, я надеюсь, что вы ее прочтете, книга замечательная. Но для примера того, насколько глубоко он рассматривает тему, я хотела бы вам сказать, что, например, в главе «Одиночество в обществе» есть такие темы, как «О белых воронятых». Она посвящена детям, детям из церковных семей, которые в обычной школе чувствуют себя отчужденными, им очень трудно, им нужно противостоять целому давлению окружающих. Или глава «Христианин на приеме психолога». Очень интересная тема, с какими проблемами нужно идти к психологу, а с какими к духовнику. И она тоже довольно-таки мало обсуждается в современном православном книгоиздании. И, наконец, такая тема, как «Одиночество в сети». Все мы знаем, что это новый бич нашего времени, когда люди подолгу проводят время как бы в псевдообщении. И мне кажется, что это как снежный кон, дорастающая проблема, ей тоже уделено внимание в этой книге. Ну а в целом, говоря о стиле, о писательском, каком-то определенном почерке отца Нектария, я бы хотела сказать, что авторы-священники, они бывают очень разные. Одни используют какие-то обличительные фразы, какие-то моменты, когда ты буквально пламенеешь от стыда, а горишь, и думаешь, боже мой, это все про меня, какой ужас. Кто-то, наоборот, вдохновляет нас очень эмоциональными высказываниями, и как факел он возжигает нас, ты горишь, думаешь, боже мой, я тоже так могу. Но спустя какое-то время ты понимаешь, нет, ты устроен не так, тебе нужно разбираться, и нужно много еще понять для того, чтобы так же воспылать. И я бы провела такую антологию. Вот стиль отца Нектария, он удивительно интеллигентный, он такой деликатный, он, я бы даже сказала, нежный. Столько там уважения к читателю. И мне пришло на память, когда мы в Великий четверг стоим на службе, то считается благочестивым делом, церковь видит в этом какой-то символ любви к Богу, когда люди несут в руках или в светильниках зажженную свечу и приносят ее домой. Вот книги отца Нектария, мне кажется, они обладают вот этим таким же свойством чудесным, потому что ты, читая их, ты постоянно возвращаешься, вспоминаешь, они рядом с тобой, и они, конечно же, наполнены любовью к Богу и к человеку. Благодарю вас, пожалуйста. Я прошу прощения, Ян, я немного вам отвечу. Большое вам спасибо за такие теплые слова. Но если говорить о стиле обличения, то, может быть, он и был бы мне присущ. Но когда мне в таком стиле приходилось писать или говорить, то спустя какое-то время, как это бывает, я возвращался к написанному или сказанному, и очень часто бывает, что ты что-то пишешь или говоришь, а потом читаешь это как бы впервые. И даже если тебе не скажут, что ты это написал, ты будешь думать, что это какой-то другой автор все это написал. И когда я к этому возвращался, у меня возникали те же самые чувства, о которых вы сейчас говорите. Какой ужас, это все про меня. И, видимо, поэтому я стараюсь быть более бережным. К самому себе, конечно. Да, и тоже со своей стороны хотелось бы немножко добавить от себя к словам Яны. Я «Отца Нектария» читаю достаточно давно, пожалуй, еще с тех пор, когда и Никеи не было. И особенность «Отца Нектария» состоит в том, что его слово, оно очень живое. Оно созвучно переменам, которые происходят в обществе. Не то, что оно меняется в зависимости от каких-то трендов и от внешних влияний, оно всегда учитывает эти тренды, оно всегда учитывает эти влияния, и оно поэтому живое. Оно всегда, вот как мне кажется, солью. Я не так давно ощутил какое-то странное чувство, когда я понял, что даже человек, которого я очень сильно уважаю и люблю, из года в год вдруг я заметил, что, в общем-то, он каждый праздник приблизительно там на проповеди говорит одно и то же. И, наверное, это неплохо для людей, которые приходят, может быть, новые в церкви. При этом он говорит, в общем-то, очень умные вещи, глубокие, это как раз вовсе не обличение. Это достаточно глубокая проповедь, но она из год в год не меняется. Она остается такой, какой она была всегда. И это неплохо для тех людей, которые приходят, но для тех людей, которые внутри церкви, а в этом уже с каждым годом остается соли все меньше и меньше. А как было в одной песне небезызвестного русского рокера, что когда соль теряет силу, она становится ядом. И вот эта беда не коснулась многих из нас, я имею в виду издателей, авторов. И вот к чести отца Нектария хочется сказать, что его слово, оно всегда живое, оно реагирует на какие-то изменения, которые происходят в обществе. Друзья, я всех прошу быть посмелее, потому что обычно структура такая, что сначала все остерегаются задавать вопросы, а потом времени не хватает. Я к чему все это сказал? Не для того, чтобы как-то так скорбить, а для того, что отцу Нектария, наверное, любые вопросы можно задавать. Не стоит бояться и думать о политкорректности. Правильно, отцу Нектария? Не стоит. Вот, пожалуйста, прошу. Отдай микрофон в зал. А, да. Известно, что тема одиночества вообще-то в классической прозе, да и не только в прозе, наверное, и в поэзии, очень популярна. Ну, я... Малое количество примеров. Достоевский практически весь. Это об одиночестве. Это и преступление, и наказание, это и игрок, это и братика Рамазовая. А Пастерак, доктор Живаго, это тоже в некоторой степени об одиночестве. Ну, уж, Рэй Брэдбери «Смерть» делал одиноко его знаменитое произведение, одно из первых его. И каждый автор, будь он писатель или философ, он даже описывая и обращаясь, скажем, к образу неодушевленному, уж не говоря об одушевленных образах, о людях, или, скажем, о писании зверей, живых существ, он все это применяет, в общем-то, к себе. Потому что он автор. И он видит мир только собственными глазами и собственного нутра. Я хотел бы вас спросить. Мы знакомы очень давно с вами, очень давно, с юности. И я все-таки хотел бы вас спросить, а что вас подвигло к этой теме? Вот некие внутренние выводы о вашей жизни, о настоящем, взгляд в будущее. Ну, ответит вам. Спасибо большое за этот вопрос. Дело в том, что, как я сказал, таким вот формальным поводом для появления этой книги стало предложение написать книгу, посвященную именно этой теме. Но, с другой стороны, если вот посмотреть на то, что приходилось писать на протяжении многих лет, я уже, когда книга была практически готова, я специально не хотел перечитывать написанного прежде на эту же тему, чтобы какое-то вот такое смешение не происходило. Я видел, что теме одиночества было посвящено достаточно много, как в опубликованном, так и в неопубликованном. И, если говорить о этой книге, она, как и другие случаи обращения к теме одиночества, была для меня, конечно, попыткой ответа не только для той аудитории, которая будет у этой книги, наверное, но и, прежде всего, я искал ответы для самого себя, потому что, наверное, в первую очередь, когда человек пишет, он действительно пишет, адресуясь к самому себе. Когда-то у митрополита Антонио Сурожского была такая замечательная мысль, что если человек произносит проповедь, которая не попала, как некая стрела в его собственное сердце, не уязвила его, то эта проповедь совершенно не будет иметь никакой жизни, она не уязвит сердца слушающих. И поэтому, безусловно, повторюсь, эта книга, она в первую очередь написана для самого себя. Если говорить о моем личном переживании одиночества, возможно, что моя жизнь настолько наполнена общением с людьми, настолько много людей в моей жизни, что я редко ощущаю одиночество, как вот оставленность людьми как таковую. Лично я ощущаю одиночество, особенно остро в те моменты, когда я сталкиваюсь с вопросами, на которые у меня нет ответа, на которые может ответить мне только Господь. А такие моменты в жизни священника бывают нередко, но они бывают в жизни и каждого человека. И когда я понимаю, что я, возможно, рискую совершить ошибку или же совершаю ошибку, и эта ошибка будет иметь какое-то продолжение для меня в вечности, и эта ошибка может меня отдалить от Бога и сейчас, и в вечности, вот это бывают моменты, когда одиночество воспринимается особенно остро. Бывают моменты, когда я понимаю, что я не могу помочь тому или иному человеку, которому мне очень хочется помочь, когда я испытываю скорбь за этого человека. Но во всех этих ситуациях я понимаю, что есть только один исход. Вот нету человека, которому не может помочь, нет никого, кто может мне дать совет, который меня выведет из этой ситуации, потому что все советы и все возможности прибегнуть к чьей-то помощи уже исчерпаны. Я могу найти эту помощь только у Бога. Я буду ее искать, и либо я ее обрету, и в этот момент я найду выход из этого одиночества, либо я в этом состоянии одиночества останусь и найду какого-то другого утешения, какой-то другой отрады, и это тоже будет хорошо, потому что это то, что человека, безусловно, закаляет и делает его сильнее. Я не сказал вот в небольшом вступительном слове о том, о чем обязательно нужно было бы, наверное, сказать. Одиночество человеку необходимо. Одиночество – это нечто, созидающее человеческую душу, но не то одиночество, в которое человек бежит от людей, не то одиночество, на которое человек себя обрекает, говоря о том, что люди ему не нужны. Нет, это совершенно другое одиночество, оно наполнено, должно быть, и любовью к Богу, и любовью к людям, но вместе с тем человек не должен пытаться наполнить в своем сердце то, что принадлежит только Богу, людьми, потому что это будет неправильное замещение, и в какой-то момент человек все равно почувствует, что он один. Я всегда вот думал о том, как это будет. Вот будет прожита жизнь, все останется позади, и я, как любой человек, войду в такой вот отрезок своего бытия земного, когда буду понимать, что все, что было сделано, сделано, все, что в жизни было, оно уже было, и остается какое-то краткое время перед тем, как я перейду в вечность, я предстану перед Богом. Я думал, что тогда будет для меня важным. И вот я понимал, что все в этот момент отступит, и единственный смысл, который мою жизнь будет наполнять, это вот, если жизнь моя была прожита, хотя в какой-то степени ради Бога, если главной в моей жизни было желание с Богом быть, то и в тот момент моя жизнь будет наполнена. Вот для меня какой-то главный ответ на вопрос, как найти путь к преодолению одиночества, как найти выход из этого тупика, в котором человек порой не просто оказывается, но и даже гибнет в нём, вот для меня он таков. Это стремление к Богу и стремление к жизни с Богом, который проходит через всю жизнь человека. И, безусловно, это не какие-то общие слова, это то, что должно получать конкретное наполнение. А как совершается этот путь к Богу? Мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда мы можем приблизиться к Богу, когда можем от Него отдалиться. Мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда мы понимаем, что мы можем открыть глаза и смотреть, видеть происходящее, можем закрыть и сделать вид, что ничего не происходит. Ну, каждый достаточно хорошо, наверное, это знает. Я не знаю, ответил ли я на вопрос, но, по крайней мере, хотя бы отчасти попытался на него ответить. Ну, а, наверное, до конца ответить не получится, почему, вот в силу уникальности каждого из нас. Любой ответ будет только лишь частичным. Отец Нектарь, у меня вопрос, наверное, будет сначала некоторого посыла, который, так сказать, на основе личного опыта, я думаю, что и вашего тоже. Это что одиночество, как бы имманентно присутствует, часть русского национального характера. Поясню свою мысль, что когда мы, допустим, там исследуем, приезжаем в Соединенные Штаты и куда-нибудь еще, мы знаем, что есть польская община, католическая, которая, так сказать, общается друг с другом, которые, так сказать, помогают друг другу и так далее. Что есть там еврейские общины, есть еврейские общины, которые, так сказать, и так далее и тому подобное. Чешские, можно приводить примеры, так сказать, которые основываются на базисе, конечно, так сказать, церковь, вера, так сказать, разная и так далее. Но если мы возьмем, так сказать, как бы нас, русских православных христиан, то, к сожалению, увы, у нас община не получается ни в России, ни на Западе. Потому что если мы, так сказать, возьмем, понимаете, как будто всем приходим в храм в воскресенье и в праздники и так далее и тому подобное. Мы расходимся, мы забываем друг про друга, мы ничего никак не, так сказать, помогаем друг другу общиной. Да, мы можем поклониться тому или иному человеку в церкви, да, мы можем, так сказать, как бы улыбнуться и так далее, расцеловаться. На этом все кончается. Вот поляки, так сказать, они очень, и за границей, и внутри себя, они очень помогают друг другу, допустим. К сожалению, у нас, допустим, если вы приедете в Нью-Йорк, и там, так сказать, вот это самое, Брайтон-Бич, увы, даже мэра избрать, так сказать, как бы русскую профессиональность при большинстве, вот почему у нас вот это вот, нет, вот это одиночество человеческое, оно, 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 так сказать, ему нужно помочь благодаря общине. Почему это, или происходит точно редко, наверное, к сожалению. Спасибо. Мне кажется, этот вопрос крайне сложный, и я не возьмусь на него даже по большому счету отвечать, объясню почему. Во-первых, я совершенно согласен с тем, что действительно так, и здесь проблема, безусловно, не в христианстве, и тем более не в православном христианстве, потому что мы можем видеть, насколько сплоченная община представляет из себя греки, сербы, вот. А то, что касается нас, то это действительно имеет место, и не только за рубежом, но и в своем собственном доме мы живем столь же разобщенно. Единственное, что я скажу, далеко не всегда наши приходы живут подчиняясь тому же самому принципу. Есть, безусловно, приходы, где есть настоящая хорошая община, где во главе угла стоит понимание того, что нельзя спасаться поодиночке. И если рядом с тобой кому-то плохо, или если рядом с тобой кто-то погибает, а ты спасаешься, этого не замечая, то ты, конечно, не спасаешься, а занимаешься чем-то совершенно другим. Ну, мне сама по себе эта мысль очень близка, и я действительно это воспринимаю как огромную ошибку и как какую-то вот боль. Если говорить вот конкретно о нашем приходе, где я являюсь настоятелем, то у нас достаточно много каких-то, может быть, других недостатков в нашей приходской жизни. Но то, о чем вы говорите, мы постоянно стараемся поставить во главу угла. И в рамках как раз вот приходской общины здесь при желании можно достичь достаточно многого. И путь к этому, он, ну, не такой уж и сложный. Просто когда настоятели постоянно говорят людям о том, что они должны друг друга в храме замечать, что они должны друг друга знать не только в лицо, но и по имени, и по обстоятельствам жизни. Когда сам настоятель, священник, находящийся на исповеди, понимает, что вот рядом с ним находится один человек, у которого какая-то проблема, а следом за ним подходит человек, который эту проблему может разрешить. И совершенно естественно, когда происходит соединение, когда ты подзываешь одного человека, подзываешь другого человека и говоришь, вот человеку нужна такая-то помощь, пожалуйста, примите в нем участие. И когда это происходит день за днем, то это складывается не просто в систему, а это складывается в какой-то вот, превращается в некий навык общей жизни. И действительно, этого достигнуть можно. И действительно, люди друг друга начинают замечать. И безусловно, есть люди, которые остаются сами по себе, которые совершенно не хотят вливаться в эту общую жизнь. И их туда никто насильно не тянет, потому что тут не стоит задача, чтобы кого-то куда-то загнать. А вот если говорить об этом вопросе как-то более глубоко, в чем вот заключается эта проблема всего нашего народа, вот на этот вопрос я как раз отвечать не возьмусь, и, наверное, бы совершил большую ошибку, если бы взялся на него отвечать, потому что я не знаю, почему это так. Но я думаю, что значительная часть, если вообще не все наши беды, значительная часть наших бед, если не вообще все наши беды, связаны именно с этим. С какой-то удивительной разобщенностью, с какой-то катастрофической незадачливостью, с неумением делать выводы из многократно повторяющихся ситуаций. И мы постоянно совершаем одни и те же ошибки, мы постоянно падаем в одни и те же ямы. Не хочется говорить о граблях, на которые мы постоянно наступаем, но и на грабли мы тоже постоянно наступаем. В чем причина этого? Когда говорят о загадочной русской душе, говорят они, как правило, люди, ничего в этой душе не понимающие, которые как раз читают Достоевского, которые читают доктора Живага, и не могут разобраться и уяснить, что же это такое. Но мы в этом тоже не можем разобраться, не может уяснить. Мы этой душой, этим загадочным русским характером обладаем, но, наверное, нам удается хотя бы отчасти разобраться в самих себе, только поскольку мы выходим за пределы этой загадочности. Не отвечу, к сожалению, на ваш вопрос и простите меня за это. Еще раз скажу, если бы я попытался ответить, я бы чувствовал себя виноват. У меня было бы ощущение, что я и самого себя, и присутствующих обманываю. Но если у кого-то есть ответ на этот вопрос, я с удовольствием его выслушаю. Вы в Италии, в России, в России, в России, в России, в России, в России, которые в нас смешаны, мы все-таки ощущаемся в основном русскими людьми. Мы, естественно, думаем о наших особенностях, о наших слабостях, о наших недостатках, о том, что мешает нам. Но, наверное, практически представитель каждого народа может говорить о каких-то проблемах, которые на протяжении всей истории этого народа присущи ему, с такой же боли, с которой говорим об этом мы. Только они будут просто иными. И мы, знакомясь с жизнью этих народов, видим то, чего нам катастрофически не хватает, но не всегда оказываемся способны уловить те недостатки их жизни, того устроения народного характера, которые, безусловно, там присутствуют. Нам просто не до того, нам со своим бы разобраться. Ну, а когда мы начинаем говорить об их недостатках, ну, это тоже разговор, которого лучше бы не было. Он редко носит честный, добросовестный характер. Добрый вечер, отец Викторий. Мы тоже много лет знакомы. И у меня есть таких два вопроса, они немного не по теме, но близкие к этому. Как вы считаете, а государству выгоднее, когда человек одинок? Мы говорим о другом одиночестве, о том одиночестве, когда человек о чем-то другом задумается, что может быть не нужно государству, да? Или государству все-таки важна некая общность и идея, которую он посылает своему народу и своему обществу. Это как бы первый вопрос. И второй вопрос. Власть в России всегда от Бога? Можете ли отвечать? Я начну, безусловно, с первого вопроса. Нельзя сказать, что государство может быть выгодно одно либо другое, что оно заинтересовано в том или в другом, если мы не говорим о том, какое это государство. Мы видим, что оно же государство. Вот берусь отвечать на третий вопрос и опять отвечаю, вынужден сказать, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу только лишь попытаться сказать то, что думаю об этом я. Хотя есть универсальный ответ на все наши вопросы такого рода. Он заключается в Евангелии. И заключается он в очень простых словах. Дерево познается по своим плодам. Если, не будем говорить сейчас даже о государстве, возьмем жизнь частную каждого из нас. Если мы в чем-то заинтересованы, то мы всеми силами стремимся к тому, чтобы реализовать то, в чем мы заинтересованы. Если мы этого не делаем, значит мы в этом не заинтересованы. Вот если присутствует в деятельности, скажем так, то, что названо государством, желание объединить людей и избавить их от одиночества, то значит государство интересовано в этом. Если ничего для этого не делается, значит, очевидно, государство это почему-то либо невыгодно, либо не нужно. А, наверное, каждый найдет свой ответ на этот вопрос, что же происходит в действительности. Я могу сказать, что я этого единения и избавления от одиночества на государственном уровне не наблюдаю. Возможно, кто-то наблюдает. Возможно, что есть люди, относящиеся к разным группам, и кто-то ощущает себя не одиноким в государстве, а кто-то, наоборот, ощущает себя в нем очень одиноким, потому что не может понять, каким же образом совершенно очевидные вещи могут трактоваться самым непредсказуемым образом. И, наверное, когда люди трактуют очевидные вещи непредсказуемым образом в большинстве своем, они в этом едины. А кто-то, кто с этой трактовкой не согласен, остается в одиночестве. Мне кажется, что так. А второй вопрос был какой? Спасибо. Я хочу сказать, что в некоторых ситуациях ничего не было. не надо делать специально. Иногда просто достаточно не делать ничего, и все будет происходить само собой. Потому что для того, чтобы сделать что-то доброе, для того, чтобы что-то создать, необходимо употреблять колоссальный труд. Если этого не делать, то разрушение происходит само собой. Если человек строит дом и ничего с этим домом не делается, в течение времени дом разрушается. Даже простой дом. Даже построенный на совесть, даже построенный хорошо. Если уж говорить о государстве, то тем паче. Но, наверное, мы не совсем правильно понимаем вот это выражение «от Бога». Вот у Авадорофея есть поучение о том, что есть воля Божия благая, благоугодная и совершенная, а есть некое попущение Божие. Но на самом деле, мне бы даже не об этом хотелось сказать, мы слишком часто пытаемся как-то приписать Богу последствия нашей собственной деятельности. Всё-таки человек – это существо, наделённое свободной волей. И Господь дал нам вот этот мир, в котором мы обитаем, дал нам эту свободу, и мы её реализуем так, как можем. И вот результатом реализации нашей свободы становится тот или иной итог, те или иные обстоятельства нашей жизни. Ну и, в частности, та или иная власть, которая есть в том или ином государстве, потому что всегда власть не является чем-то посторонним, или тем более потусторонним по отношению к жизни общества и народа в целом. Она всегда вырастает из жизни народа. И кто-то может с этим соглашаться, кто-то может с этим не соглашаться, но это так. Вот. Можно ощущать свою личную в чём-то вину, можно её не ощущать, можно, наоборот, воспринимать как трагедию, потому что можно считать, что я живу совершенно иначе из моей конкретной жизни, не могло бы вырасти то, что меня совершенно не устраивает. Но если быть к себе внимательнее, быть внимательнее к той нашей общей жизни, которая есть, хотя она и разобщённая, но, тем не менее, в каком-то смысле общая, то всё очень закономерно, всё очень понятно. Вот прозвучал вопрос об особенностях русского характера, об особенностях нашей какой-то разобщённой жизни, не единой. И из неё вырастает многое из того, что сегодня может причинать нам боли, что может просто вызывать какое-то ощущение трагедии. Но я бы всё-таки не хотел к этому относиться, как к трагедии, потому что человек может быть по-настоящему свободным, и человек может быть по-настоящему сильным только тогда, когда ему есть что в своей жизни преодолевать. И если Господь поставил в нас все условия, в которых мы должны преодолевать то, что вызывает у вас такую боль и такое страдание, то, наверное, в этом есть какой-то смысл. И я вот в своей жизни этот смысл совершенно отчётливым образом прослеживаю. И пока не утратил его. Хотя тоже мне далеко не всё, ну это даже, наверное, слабо сказано, далеко не всё вызывает радость, далеко не всё вызывает чувство удовлетворения. Но вместе с тем, повторюсь, я понимаю, из чего вырастает то, что мне не нравится, в том числе и во мне самом. Ответил на вопрос или уклонился от него. Нас всегда записывают. Друзья, кто-то ещё хочет задать вопрос? Хочу поздороваться с вами. Отец Нектарь, очень приятно вас слушать. Меня зовут Людмила. Ещё поближе, да? Вот так? Немножко волнуюсь. Вот слушая вопросы до этого, хочу немножко вернуться в начало, в ваше вступление. Потому что на глобальные вопросы у меня есть ответы. Не знаю, правильные или неправильные, про власть и про мир. А вот так как я считаю себя уникальной, именно вот, я думаю, в том значении, как вы здесь сказали. Поэтому у меня вопрос уникально эгоистичный, поэтому вопрос у меня про себя. То, что откликнулось в вашем вступлении про меня, про одиночество. Значит, по-моему, вы сказали два вида одиночества, и от одного из них избавиться можно, обращаясь к Богу. Дальше вы сказали, боюсь не процитировать, что содействовать другому, да, человеку. Я понимаю, содействовать другому я могу как? Ну, из любви, да? Но здесь у меня вот какой вопрос. Значит, про ответственность, наверное, да? Могу ли я как простой христианин, заблуждаясь сама, кого-то, то есть содействовать кому-то по его дороге к Богу? И когда я вот немножко дальше послушала, вы сказали про свое личное, что вы как священник даже иногда опасаетесь ошибиться. Так вот, про свою уникальность, да, про мою. Во-первых, как мне отличить, уникальность ли это, а не гордыня? Вот я такая одна. То есть, с одной стороны, в каких-то рамках это очень хорошо. Да, я не такая, как все. Но я могу здесь, знаете, я не такая, как все. И кто вы, да? И плюс еще вот где обычного христианина ответственность, когда он, вот ваши слова я забыла, как, содействовать. Ну, в общем, когда помочь другому к Богу, вот про ответственность мою и про мою уникальность, чтобы с гордыней не перебудут. Спасибо. Вы знаете, я говорил, наверное, немного о другом. Я говорил о том, что вот то одиночество, которое ощущает человек, которому кажется, что он всеми оставлен, у которого нет близких людей, у которого нет друзей, который остается в каком-то в вакууме, ему будет необходимо всмотреться в свою жизнь и понять, в силу чего это так. Ну, если человек тяжело болен, прикован к постели, он волей-неволей за счетой остается один, если нет близких и родных людей. И это действительно крест, который приходится понести. Хотя порой и такой человек не одинок в человеческом смысле. Вот. Но если же человек живет обычной жизнью, у него есть работа, есть какая-то среда обитания, в которой он находится, но он при этом, как я уже сказал, постоянно пребывает в каком-то вакууме, то, очевидно, в нем есть что-то такое, что делает общение с ним для других людей нежелательным. Иногда это носит совершенно очевидный характер. И тогда достаточно легко какие-то перемены в своей жизни произвести. Но есть правило, без которого христианская жизнь невозможна не делать другим людям то, что бы ты не хотел, чтобы делали тебе, и поступать с другими людьми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Если человек живет согласно этому правилу евангельскому, то, безусловно, он не будет одинок в человеческом отношении. Потому что мы все ищем тех людей, которые поступали бы с нами так, как они хотят, чтобы поступали с ними. И тех людей, которые не поступают с нами так, как они бы не хотели, чтобы с ними поступали. Потому что с такими людьми нам бывает очень отрадно общаться. Если мы сами становимся такими, то мы в какие-то моменты в своей жизни будем испытывать не человеческое одиночество, а будем ощущать, что людей рядом с нами больше, чем мы можем даже вместить. Если же у нас нет каких-то таких явных недостатков, которые отталкивают нас других людей, и если мы понимаем, что наше одиночество обусловлено тем, что образ нашей жизни, если мы сейчас будем говорить о жизни христианской, очень сильно расходится с образом жизни тех людей, которые вместе с нами работают, которые рядом с нами живут, то, наверное, опять-таки, можно прийти к тому, да и необходимо прийти к тому, что что-то не так в нас. Потому что ведь христианская жизнь – это не просто соблюдение каких-то правил, это не просто стремление каким-то чудным образом исполнять евангельские заповеди в отрыве от той жизни, в которой мы живем. Опять-таки, вот те перемены, которые должны произойти в человеке, который обратился к Богу, они должны прежде всего становиться очевидными для его близких, или ближних, или просто даже дальних, которые, тем не менее, с ним соприкасаются через любовь, по крайней мере, через большую терпимость к этим людям, через готовность их принимать. И опять-таки, тогда происходит избавление от этого вакуума. Человек начинает ощущать, что он не один, что его окружают люди, которым он становится таким образом и близким, и дорогим. А то, что вы говорите об ответственности за людей, и не заведем ли мы людей в тупик, сами в этот тупик заходя, ну, безусловно, никто, и священник в том числе, не должен на себя брать больше, чем ему дано, и мы не должны людей никуда везти, мы не должны людей тем более никуда тащить, никуда влечь. Мы можем просто с людьми делиться тем опытом, который есть у нас, не настаивая на его безусловности. Ну, если мы нашли в жизни что-то хорошее, и мы понимаем, что это хорошее, то, что, естественно, постараться поделиться этим хорошим с теми, кто в этом точно так же как мы нуждается. Но в то же время мы не будем этого навязывать, не будем никому доказывать, что это решит необходимо ему, потому что, во-первых, мы в чем-то все-таки можем соблуждаться, во-вторых, если человек не хочет этого принимать, то наше навязывание ему станет для него не благом, а злом. И здесь необходима та рассудительность, которую человек приобретает только лишь со временем. Вот все настоящее приобретается только с опытом. Конечно, у нас могут быть какие-то качества, которые нам достались по наследству, которые в силу воспитания нам присущи, но все-таки наиболее важные и необходимые нам качества мы приобретаем только лишь с опытом. И только лишь опыт учит нас тому, что правильно, что неправильно. Это, конечно, в том случае, если у человека есть готовность, опыт действительно приобретать и анализировать его. А это, мне кажется, очень важно для христианской жизни каждого из нас, да и просто для жизни как таковой. Ответил я или... Хорошо. Отец Нектарий, знаете, такой вопрос. По опыту, как правило, возникает ситуация, что одиночество, как правило, испытывают люди более интеллектуальные, творческие, тонко чувствующие и, наоборот, более какие-то открытые миру. И, наоборот, опять же, вот сколько я смотрю на жизнь, как раз люди более, скажем, простые, ну, так скажем, более примитивные, если так можно говорить, более живущие простыми интересными, я никогда не сталкивался, чтобы как-то не жаловаться на одиночество, на какие-то такие внутренние рефлексии и так далее. То есть как раз то, что вы говорите абсолютно правильно, но по опыту, то есть, скажем, посмотреть людей в возрасте или там среднего возраста, как раз более переживающие, более ощущающие некие такие надломы, одиночество, внутренние рефлексии, испытывают как раз люди более тонкой душевной организации, более тонко чувствующие, более, может быть, ранимые. И получается, что как раз те люди, которые во многом как-то тонко чувствуют, тонко переживают начитанную и воспринимают мир, вот так, что называется, напрямую, испытывают, а как раз, опять же, по личному опыту и по книгам, по всему остальному, люди с более, скажем, такой примитивной душевной организацией, да, и живущими совершенно другими интересами. Я никогда не встречал, чтобы они как-то жаловались на какие-то такие проблемы. То есть, грубо говоря, более толстокожие, циничные в этом отношении более защищены от этого чувства одиночества, а более открытые, более, наоборот, расподвержены. Что с этим делать и почему так происходит? Ну, мне кажется, что достаточно просто объяснить, почему это так. Нужно, наверное, только сделать одну оговорку. Человек более глубоко чувствующий, думающий, ищущий может испытывать одиночество как минимум по двум причинам. Первый из них, вот только что было озвучено, мы все уникальны, но кто-то воспринимает эту уникальность, если понимает, что он уникален как данность, и ему не приходит в голову этим гордиться, а у кого-то ощущение собственной уникальности переходит в понимание того, что он не такой, как все, и вот как было замечательно сказано, и кто вообще все такие. Вот это устроение, оно делает человека одиноким, и именно человека глубокого, тонкого, думающего. Но могут быть и другие причины, почему заставляют ощущать свое... Есть и другие причины, которые заставляют ощущать одиночество такого человека, не больного до крайности гордостью, ощущение собственной исключительности, ну а в какой-то степени мы все этим больны, но просто кто-то в острой форме, кто-то в более мягкой. Вот. Когда ты начинаешь задумываться всерьез о жизни, о происходящем в ней, о жизни как трагедии, потому что наша жизнь, безусловно, трагична, потому что жизнь после грехопадения и всего того, что через грехопадение вошло в наш мир, она не может не быть трагичной. Безусловно, ты оказываешься наедине с теми самыми вопросами, на которые, по большому счету, нет человеческого ответа. И пока ты не обретешь тот ответ, который тебе может дать Господь, ты не получишь утешение. Ты все равно будешь мучиться, ты будешь переживать, и даже самые близкие и глубкомысленные люди, они отчасти будут отвечать на этот вопрос, отчасти будут тебе помогать, но в конечном итоге ты будешь неудовлетворен. Вот, наверное, самый такой вот яркий пример – это пример Иова. Рядом находятся его друзья, очевидно, неравнодушные к нему все-таки люди, которые произносят очень умные, очень глубокие, очень правильные в любой другой ситуации слова, но Иова это почему-то не дает никакого утешения. И более того, вроде бы его друзья говорят все абсолютно правильно, но они оказываются в конечном итоге неправыми. Потому что ответом на все его вопрошения Иова становится не какой-то словесный ответ, а явление его Бога. И другого ответа на все его вопрошения нет. И если он не обрел другого ответа, то, наверное, и мы, когда начинаем искать ответы, намучивающие нас вопросы по-настоящему глубоко и всерьез, тоже другого ответа не обретем. Что касается тех людей, которые, как Вы говорите, удовлетворяются меньшим, которые более грубые, менее чувствительные, ну, во-первых, зачастую мы можем очень серьезно заблуждаться, считая, что кто-то менее тонко, менее глубоко что-то чувствует и переживает, нежели мы. Поскольку все-таки душа другого человека, она остается для нас загадкой, только Бог знает, что в сердце человека. Но очевидно, почему человек менее чувствительный, менее думающий, менее ищущий, все-таки будет меньше страдать. Потому что он скользит по поверхности жизни, он не проникает зачастую в суть самых различных явлений. Можно ли сказать, что он благодаря этому счастливее, того, кто проникает? Нет, я думаю, что это не так, потому что он проходит мимо жизни. И жизнь, она без страданий невозможна. Потому что только лишь когда человек через это страдание приходит к ответам, которых он ищет, он оказывается способен по-настоящему испытывать радость. А если ему предложить радость того человека, который не ищет ответов, он не удовлетворится ей, она ему совершенно не подойдет. Я думаю, что не стоит по этому поводу смущаться. Это совершенно нормально, совершенно естественно. Я прошу прощения, я прочту записку, чтобы не... Вопрос такой. Заметила такую тенденцию. В церкви очень много замечательных, образованных, добрых, жертвенных девушек, которые в своей за 30 не замужем. Они находят свое утешение в воспитании крестников, волонтерской деятельности. По сути, они дарят свое тепло и любовь таким образом, но на деле очень унывают от отсутствия своей собственной семьи. В свою очередь, многие парни чувствуют себя вполне хорошо. Они имеют ценность уже по своему физиологическому признаку и не испытывают подобных душевных терзаний, как девушки. Вопрос. Как постараться не унывать, если твоя воля, даже такая благочестивая, как создание семьи, не совпадает с волей Божией? Ее принять или постараться самому исправиться, чтобы приблизиться к своей мечте? Как увидеть, что тебе пора меняться в конкретном направлении? Батария, можно я дополню замечательный вопрос еще одним дополнительным штрихом и как быть с тем замечательным мужчинам и женщинам, которые себя ощущают одинокими в семье? Дополнение очень ценное, но дело в том, что в этом вопросе ключевым моментом является, сейчас скажу, какое слово, «заметила» такую тенденцию. Я объясню, почему я делаю такую оговорку. Потому что если было бы написано «заметил», а не «заметила», то было бы написано практически все то же самое, только речь бы шла не о девушках. Я хочу сказать, что эта ситуация наносит все-таки вполне зеркальный характер, и здесь физиологические признаки не дают никому ровный счет никаких преимуществ, потому что постоянно каждому священнику приходится встречать девушек, молодых женщин, порой и немолодых, которые страдают от того, что они не находят спутника жизни, и они действительно и хорошие, и умные, и глубокие, и могут быть и жертвенные. И точно так же приходится встречать молодых и не очень молодых людей, которые страдают от того же самого, жалуются на то же самое. И это какая-то вот такая примета нашего времени, то, что люди друг друга не находят, то, что люди оказываются друг от друга какими-то совершенно закрытыми. Здесь нету какого-то, наверное, одного рецепта, и нельзя относиться к семейной жизни, мне кажется, как к какой-то мечте, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что прежде всего человек должен жить живой жизнью, в которой он замечает всех тех, кто его окружает. И когда человеку, окружающего люди, интересны, то он становится обладателем возможности гораздо глубже, гораздо объемнее видеть мир и людей вокруг себя. И это очень и очень важно. Кроме того, очень важно, чтобы человек, ну, скажем так, стал как минимум самим собой. Что я имею в виду, когда об этом говорю? Ведь очень часто бывает так, что люди вступают в брак, вот, отвечая уже на вопрос, Володя, люди вступают в брак, еще не поняв, кто они такие. И вот человек с полной какой-то внутренней определенностью встречается с другим человеком с такой же внутренней определенностью, а с течением времени какая-то определенность все-таки в их жизни появляется. И в жизни одного человека это одна определенность, а в жизни другого человека это другая определенность. И они расходятся, ну, диаметрально в предположенные стороны и, безусловно, чувствуют себя в браке одинокими. И порой, когда приходится отвечать на вопрос, почему я не встретил еще человека, или почему я не встретил человека, приходится говорить о том, что очевидно, что вы еще не встретили самого себя или саму себя. Когда эта встреча произойдет, то, возможно, за ней последует и другая встреча, которую вы так ждете, а если это произойдет до того, то ничего хорошего из этого может не получиться. И еще тоже есть такой момент, из наблюдений, я думаю, что любой священник с этим бы согласился, когда у человека желание вступить в брак приобретает какой-то такой характер, определяющий всю его жизнь, что-то в нем такое появляется, от чего все от него бегут. Понимаете, ну, можно улыбнуться об этом, услышав, можно заплакать даже, но это действительно так, потому что оказывается, что человек хочет вступить в брак не потому, что он встретил другого человека, которого он полюбил, а потому что ему надо вступить в брак. И при этом личность другого человека рассматривается лишь по стольку, поскольку он более или менее для этого подходит. И в этом какое-то страшное потребительство по отношению к другому человеку. Все должно быть как-то естественно и просто. Ты встречаешь человека, которому ты испытываешь какие-то чувства. Может быть, ты первоначально даже их не понимаешь, потом ты начинаешь понимать, что это любовь. Ты начинаешь понимать, что человек испытывает эти чувства по отношению к тебе. Вот из этого складывается брак. Если он складывается каким-то другим образом, то есть очень большой риск, что ничего не сложится, а сложившееся разрушится. Но это сложная очень тема. И, безусловно, на эту тему, когда люди берутся рассуждать, то они должны исходить из своего опыта. А опыт каждый человек приобретает только лишь совершая какие-то определенные ошибки. Потому что, не совершая ошибки, очень трудно бывает анализировать ошибки других людей и опираться на этот анализ. Но повторюсь еще раз, подытоживая. Для человека, естественно, желание вступить в брак. Но в первую очередь человек должен встретить другого человека, который он полюбит и который полюбит его. Вот это первично. Если это в его жизни произойдет, то все остальное тоже сложится должным образом. Этого нельзя как-то фанатично хотеть. К этому нельзя безоглядно стремиться. Это просто естественная часть, естественно, составляющая жизни человека. Опять же, не знаю, ответил ли он этот вопрос до конца или не ответил. Но считаю, что это не тот вопрос, в ответ на который можно выписать какую-то единую рекомендацию, единое правило. И, придерживаясь его, человек обретет то, что он ищет. Потому что, помимо всего прочего, есть еще действительно промысл Божий о каждом человеке, который для нас все-таки остается загадкой до тех пор, пока он в нашей жизни полностью до конца не реализуется. Но нельзя жить и воспринимать свою не сложившуюся личную семейную жизнь как ту трагедию, которая всю жизнь обессмысливает. Безусловно, это не так. Если это так воспринимается, так переживается, то это указывает на ту внутреннюю проблему, которая не дает ничему совершиться. С моей точки зрения это так. Друзья, позволите мне один только вопрос, я сразу же отдам микрофон. Действительно, если смотреть через призму священного писания, по-моему, нет ни одного, если угодно, противного Божьему замыслу о человеке понятия, чем одиночество. Первый отрицательный термин в Писании уделяется одиночеству, когда Бог творит мир, все хорошо и нехорошо только человеку быть одному. Это первый раз, когда встречается отрицательная оценка чего-либо на страницах священного писания. Новый завет был заключен не с одним человеком, а с церковью. К единству призвана церковь, и, казалось бы, все нас призывает к тому, что мы должны преодолевать одиночество. То же самое, если мы обратимся к психологии, абсолютно все системы, все, так сказать, школы, которые занимались детством, периодизацией, они говорили о том, что ребенок, приходя на этот свет, имеет свои ключевые потребности, да, ласка, внимание матери, об этом говорят абсолютно все, но, тем не менее, когда мы говорим об одиночестве, мы сразу представляем, ну вот действительно, это проблема людей, так скажем, да, там, интровертичных, людей с таким складом, которые действительно глубоко рефлексируют и не могут найти близкого человека, близкий круг. Но почему-то упускается тема другого одиночества, когда человек внешне выглядит очень активным, деятельным, вокруг него постоянно происходят какие-то движения, совершаются события, и при этом человек глубоко одинок внутри, потому что этот человек не имеет самого себя. И вот та самая защита, которая слой за слоем выстраивалась вот с его детства, в котором, возможно, было одиночество, возможно, была сильная нехватка любви, эти как раз стены защиты выглядят как постоянная деятельность, постоянное общение, постоянный круг знакомых. И в итоге человек не понимает себя, вся реальность, которая вокруг него, это зеркало, в котором он пытается понять что-то о себе, реакция людей, это зеркало, в которых он пытается понять самого себя. И мне кажется, вот эта форма одиночества, она самая страшная, потому что человек действительно не имеет самого себя внутри, не имеет той личностной основы, на которой начинается, совершается диалог с Богом. Вот что бы вы сказали по этому счету, отец Нектаря? У вас есть тоже фокус внимания в книге, посвященный этой проблеме, но все-таки почему вот об этой самой глубокой, самой трагичной форме одиночества говорят так мало? Наверное, я скажу то, что следовало сказать ранее, что я упустил. Дело в том, что для того, чтобы человеку избавиться от одиночества, безусловно, ему необходимо по временам одиночество. Точнее, не одиночество, а уединение. Каждый из нас, если вот задать нам вопрос, кто мы такие, не сможет дать сразу на это вопрос, на это вопрошение, какой-то достаточный ответ. Ну, этот вопрос даже нас может обескуражить. Мы будем говорить, как нас зовут, чем мы в жизни занимаемся, какие мы. И в то же время очень трудно сказать, вот кто я. И не то, что трудно этот вопрос ответить другому человеку, но ему трудно очень ответить самому себе, потому что мы настолько состоим из того, чем мы в жизни заняты, что нашу жизнь наполняет, из взаимоотношений с другими людьми, из множества обстоятельств, что вот убери все это, и не совсем понятно, что остается. И вот человеку необходимо время от времени, от всего от этого упраздняться, оставаться сначала наедине с самим собой, а затем наедине с Богом, и обретать в этом вот одиночестве, в этом уединении самого себя. В Евангелии, как некий урок для нас, присутствуют моменты, когда говорится о том, что Господь удалялся в пустынные места и там молился. Безусловно, это некий урок для нас. Это должно нас привести к пониманию того, что нам тоже это время необходимо. Когда мы можем собраться, обратиться к самим себе, в себя вглядеться, и найти пути к выходу из того одиночества, в котором мы пребываем среди людей. Вот в этой активной деятельности, в занятости чем-то внешним. А почему об этом так мало говорится? Наверное, потому что это самая сложная, самая болезненная тема. И есть такие вот вопросы, на которые нужно отвечать, говоря какие-то слова, а есть вопросы, на которые ответ находится только в молчании. Наверное, в этом дело. Спасибо. Я прошу прощения, может быть, я не совсем ясно сказал, что значит ответ находится в молчании. Вы знаете, бывает так, что задаешь человеку вопрос. Вот я, например, помню такие ситуации в своей жизни, когда ты задаешь человеку вопрос, и он тебе ничего не отвечает. Но его молчание носит наполненный характер. И ты не чувствуешь, что человек, не отвечая на твой вопрос, тебя отвергает, отторгает. Ты просто волей-неволей сам к своему вопросу возвращаешься, понимаешь, что ответ у тебя есть. А если бы человек начал говорить и стал бы отвечать, ты бы этот ответ не нашел. Ну, в самой простой форме, это когда ты о чем-то спрашиваешь другого человека, он говорит тебе, а что ты об этом думаешь сам? И ты вдруг говоришь все то, что является ответ на твой вопрос. Вот ты был, вроде бы этот ответ у тебя тоже был, но ты его не знал. Потому что ты его обрел в себе самому. Отец Нектарев, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое. Я хотел бы проиллюстрировать, с вашего позволения, был такой случай, возможно, кто-то был свидетелем его, когда покойный Федор Ефимович Василюк таким образом ответил на одном из семинаров на вопрос. Вопрос был непростой, и он время, которое ему отводилось для вопроса, предложил использовать для молчания, для размышлений. И этот эпизод, наверное, запомнили все, кто присутствовал на этом семинаре, потому что он был самый сильный, самый такой запечатлевшийся в сознании всех присутствующих. И я думаю, что многие люди тогда ответ где-то в глубине себя нашли на этот вопрос. Спасибо. Это не был призыв к молчанию, это был только лишь ответ на предыдущий вопрос и дополнение, поэтому не молчите. Извините, а вот можно там сейчас микрофон, а потом... А потом он к вам придет микрофон. Спасибо, извините. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Вы говорили, что одиночество, оно возникает, когда человек ощущает нелегкие минуты. Когда человек радостен, то всегда находятся другие, которые разделят с ним радость. А вот когда человек испытывает печаль или какие-то не очень приятные моменты в жизни, то он остается одинок. У меня такой вопрос. Не усугубляется ли проблема одиночества вот этим православным понятием жизни как трагедии? И потому что не во всех религиях это такое представление, и даже в других христианских религиях оно немножко другое. Потому что это, мне кажется, очень такая вот православная тема одиночества, и может быть даже русская. Я не хочу вносить какой-то националистический аспект, но я сама пытаюсь ответить на этот вопрос, живя среди очень многих других людей, которые не одиноки. И мне кажется, это очень странно. Можно я вас в свою очередь спрошу? Можно микрофон обратно вернуть? Просто прежде чем отвечать, я хотел кое-что уточнить. А как вы считаете, какая именно религиозная традиция не воспринимает жизнь как трагедию? Могли бы вы привести такой пример? Это вопрос без подвоха, мне просто интересно. Я пыталась понять, какая же вообще вот, но этого нигде нету, я не вижу этого. Я не вижу это в людях католиков, католиков. Вы говорите о том, что это свойственно христианам, в первую очередь православам воспринимать жизнь как трагедию. Вы говорите, что не для всех религий это восприятие является естественным. Вот я и хочу узнать, для каких религиозных традиций, каким религиозным традициям не свойственно воспринимать жизнь как трагедию? Мне кажется, никаким другим не свойственно. А вы достаточно хорошо знаете существующие религии мировые? Я знаю людей, исповедующих разные. И у них такого нету. У нас мы, вот я сама, постоянно что-то еще. Можно я спрошу? Например, возьмем буддизм. Как вы считаете, буддизм воспринимает жизнь как трагедию или же нет? Мне кажется, людям, мне кажется, нет не как трагедию, а просто как созерцание. У них больше немножко другого. А почему же буддист стремится избавиться от страдания, избавиться от чувствования вообще этой жизни как таковой, избавиться даже от сочувствия? От чего он уходит, как не от трагедии в таком случае? От чего он бежит? От того, что жизнь хороша, зачем тогда от нее бежать? Не знаю, не могу сказать. Но мне кажется, что это очень важно, сначала ответить себе на этот вопрос, для того, чтобы впоследствии исследовать причины, которые заставляют скорбить христианина. На самом деле, возьмем ли мы буддизм, возьмем ли мы ислам, возьмем ли мы индуизм, мы везде увидим переживания жизни как трагедии. И везде мы увидим попытку от этой трагедии уйти. Но, наверное, только лишь христианство не уходит от трагичности этой жизни, а пытается ее переосмыслить. Пытается найти выход, не игнорирующий трагичность этой жизни, а перерасти эту трагедию, стать выше нее. Потому что такую возможность дает человеку Бог. Если же вам кажется, что это свойственно именно христианам, именно православным христианам, то причина только одна. У нас это просто очень плохо удается. Мы очень слабые, к сожалению, очень плохие христиане. Вот был такой преподобный Ава Аполлос, о котором нам повествуют различные отечники. Он, когда видел лицо кого-то из братьев своего монастыря скорбным, он не мог этого понести. Он говорил, как ты можешь скорбить? Господь за нас умер и даровал нам вечную жизнь. Господь нас любит, а ты ходишь со скорбным лицом. Понимаете, вот скорее это то мероощущение христианина, которое должно было бы быть нам свойственным. Но поскольку мы не живем как Ава Аполлос, то нам не удается возвыться на трагедии. И она преобладает над нами зачастую. Причина только в этом. А вообще человек такое существо, которое способно прожить жизнь, не задаваясь очень многими важными вопросами, в том числе сознательно игнорируя все то тяжелое и скорбное, чем на полу нашей жизни. Ну разве смерть, которую уносят людей из этой жизни, в том числе наших близких, и порой очень рано и для нас, казалось бы, неподходящим, это не трагедия. Разве те несправедливости, которыми на полу окружающие наши жизни, это не трагедия. Ну, этот список можно продолжать бесконечно. Если не воспринимать все это как трагедию, то, наверное, только в этом возможном случае, если то сердце ничего не чувствует. Если же сердце чувствует, то ты от этой трагедии никуда не уйдешь. Но опять же скажу, неправильно думать, что христианство в эту трагедию углубляется, и ею живет. Христианство признает трагедию преодолевать. И на самом деле только христианство и дает человеку выход из этой трагичности. Беда в том, что слишком мало мы можем дать в себе самих таких примеров, которые могли бы в этом убедить. Вот это главная проблема. Спасибо. Но каждый может искать свой путь, каждый может экспериментировать, каждый может попытаться этот ответ найти опытным путем. Понимаете? Не в том вопрос, способны ли другие христиане к этому, а способен ли я будущий христиан к этому. Или же нет? Перерасти ее. Вы знаете, ну вот происходит какая-то ситуация, которую по человеческим меркам трудно пережить. Но на самом деле человек может пережить практически все. И вся история человеческого доказывает, что это так. Причем порою, не порою, а очень часто к этому оказывается, человек даже способен неверующий. Потому что есть такая вещь, которую Виктор Франкл называл удивительно верно – упрямство духа. Доказывая, что упрямство человеческого духа способно преодолеть абсолютно все. Но если человек верит в Бога, то у этого преодоления появляется совершенно другой смысл. Появляется какое-то совершенно другое измерение этого преодоления. И вот те ситуации, с которыми мы сегодня можем справиться, мы должны перерасти. Ведь в детстве многое может быть для нас трагедии. Игрушка сломалась, эта трагедия обидела нас тут, эта трагедия. Но по мере того, как мы растем и наши представления жизни меняются, мы перерастаем свою вчерашнюю трагедию, она кажется нам чем-то даже забавным. Но это должно происходить не только тогда, когда мы взрослеем. Вот в каком-то таком временном отношении мы постоянно должны взрослеть. И постоянно раз за разом должны перерастать то, что для нас трудно. Как только мы становимся больше той ситуации, которая для нас затруднительна, она перестает быть для нас затруднительной. И в человеке вот эта способность перерастания совершенно колоссальная. Просто проблема в том, что зачастую нам не хочется перерастать. Нам хочется оставаться детьми, сидеть и плакать около сломанной игрушки. обиженными, оставшимися без утешения, и человек находит там для себя какую-то странную сладость. Она порочна, из нее обязательно надо выбираться. Что вы говорите? Как выбираться? Вы знаете, на самом деле любое преодоление, любое перерастание самого себя и того, что для нас трудно, прикажущей сложности достаточно просто. Вот каждый из нас, ну практически каждый из нас, каждое утро встает в то время, когда он не хочет вставать. Вот как мы это делаем? Вот как? Это такое простое действие. Я думаю, все знают, что такое дефицит сна, все знают, что такое усталость, причем долговременная. И вот звонит будильник, и ты должен встать и делать то, что сегодня должен делать. Колоссально, не хочется вставать, хочется спать. Более того, ты порой воспринимаешь это желание спать, как самое сильное желание в своей жизни. Ну, сущность это естественно, потому что сон это, ну, одна из самых насущных потребностей человека. Вот не дай человеку поспать сутки, не дай поспать вторые, на третьи можно делать с ним практически все, что угодно. Он будет готов все, что угодно сделать, лишь бы ему поспать далее. Собственно говоря, это такой вот известный прием, посредством которого зачастую ломали людей на допросах, и то, чего не могли сделать в пытке, делало лишение сна. А мы встаем, просыпаемся, идем туда, куда должны. Вот это самый элементарный пример преодоления и перерастания. А как мы это делаем? Поднимаем туловище, ноги ставим сначала одну, потом вторую на пол, переходим в вертикальное положение, идем, умываемся, идем, молимся, идем, делаем остальные дела, которые необходимо сделать утром. И это входит в привычку, потому что без этого наша жизнь оказывается невозможной. С другой стороны, мы порой видим людей, которые не встают утром, не делают ничего из вышесказанного и продолжают лежать. Таких людей не очень много, но они есть, и что с ними происходит, мы знаем. Поэтому, собственно говоря, на каких-то простых вещах человек учится преодолению себя, от простых переходит к более сложным. Как только человек перестает преодолевать себя в чем-то простом, в сложном он себя тоже не преодолеет. Вот почему такое значение имеет в христианской традиции пост? Столько уже об этом разговоров, столько слов слышится о неактуальности поста, о том, что это нечто такое совершенно устаревшее, и нужно не есть людей, а мясо есть можно и прочее, прочее, прочее. Пост – это самое простое, самое доступное человеку упражнение на укрепление своей воли, самое простое упражнение, в котором человек себя к чему-то понуждает. Более простого не существует. Ну, только вот вставать, что по утрам. И когда из жизни человека уходит подвиг, то он искренне понимает, как вообще по-христиански можно жить. Потом в нашем сознании подвиг – это когда человек не спит всю ночь, а в течение ночи молится, когда человек совершает тысячи коленопреклонений, когда человек носит вериги. Нет, подвиг – это совершенно другое. Подвиг – это то, к чему человек себя подвигает. Вот, и, наверное, Господь судит о наших усилиях, о нашей ревности не потому, насколько великие деяния мы совершаем, а потому, насколько для нас трудно то или иное деяние, которое мы всё-таки выполняем. И чем мы немощнее, тем более выгодной ситуацией мы находимся, потому что тем меньше нам надо сделать. Потому что для нашей немощи и самое скромное какое-то деяние уже является великим подвижничеством. Но мы должны обязательно чувствовать, что мы хотя бы чуть-чуть подвязаемся. А понимаем мы, что мы подвязаемся тогда, когда мы чувствуем, что нам трудно, и мы что-то преодолеваем шаг за шагом. Безусловно, здесь должна быть определённая постепенность. Надорваться в духовной жизни гораздо проще, чем надорваться, выполняя какие-то упражнения, к которым не готово твоё тело. В этом должна быть мера, должна быть разумность. Но, как правило, человек всё это приобретает с опытом. Поэтому ответ на вопрос «как» заключается в области деятельной, не в области умозрительной, только в области деятельной, в области практики. Друзья, к словам отца Нектария, о упражнениях действительно нужно отнестись серьёзно. Я прошу прощения, отец Нектарий, я просто хотел несколько слов сказать. До принятия монашества отец Нектарий руководил настоящим большим издательским холдингом, делал репортажи с Чеченской войны. И вообще он спортсмен, и поэтому слова отца Нектария в упражнениях – это не просто какие-то отвлечённые размышления, это опыт жизни. Я прошу прощения, я пока что не руководил никаким холдингом, но очень надеюсь, что это в будущем. Я пока к этому не готов, но есть такая возможность представиться. Здесь поступил вопрос о том, каким образом можно найти самого себя, какие шаги можно предпринять. Вы знаете, вот как можно познакомиться с каким-либо человеком, как можно его узнать? Ну вот мы с какими-то людьми видимся каждый день на работе, на учёбе, в доме, где мы живём, и мы можем мимо человека проходить 10 лет, 20 лет, 30 лет и не знать в нём ровным счётом ничего. Мы что-то узнаём о нём только тогда, когда мы вступаем с ним в общение. Мы причём в общение, которое выходит за рамки того, что мы его приветствуем, если мы вежливые люди, прощаемся с ним, спрашиваем его, как дела, как погода или что-то ещё тому подобное. Как только начинается общение с другим человеком, начинается процесс познания этого другого человека. И чем больше мы способны сами открыться этому человеку, тем, соответственно, мы глубже способны его познать. Это бывает непросто, потому что, когда ты вступаешь с человеком в такое искреннее общение, ты идёшь на определённые риски, ты можешь испытывать определённый дискомфорт, ты порой даже можешь столкнуться с чем-то, что будет для тебя больно, но если ты всего этого не боишься, то ты узнаешь этого человека гораздо лучше, чем ты бы его узнал, но всё на это не решившись. И как это ничутьно прозвучит, нужно как можно чаще с самим собой общаться, не проходить мимо самого себя. Что это значит? Ну, опять-таки, ответ на этот вопрос лежит в области практики. Как только человек начнёт пытаться с самим собой общаться, он поймёт, о чём идёт речь. Но я думаю, что такого рода опыт есть наверняка у многих из тех, кто здесь присутствует. Чаще задаваться вопросом, кто я такой, чем я на сегодняшний день являюсь, упраздняюсь от всего того, чем наполнена наша жизнь. Заглядывая в глубь своего собственного сердца. Это на самом деле ещё труднее и ещё болезненнее, чем общение глубокое с другими людьми, потому что другой человек может нас обидеть, может нас оттолкнуть, может сказать что-то для нас тяжёлое. А то, что мы можем увидеть в своём собственном сердце, гораздо может быть тяжелее, гораздо обиднее, гораздо прискорбнее. Но нужно этого не бояться. Не бояться того, что мы внутри самих себя можем обрести. Потому что это единственный путь сделать то, что в нас, и сделать самих себя лучше. Ну и, конечно, себя найти. Да, и ещё, да, ещё прошу прощения, ещё дополняя к этому бы сказал. С одной стороны, мы призваны к единству, с другой стороны, мы живём в обществе, нас окружают люди. Но при всём при этом мы ни в коем случае не должны быть всецело зависимыми. Мы не должны находиться в зависимости от взглядов, мнений, убеждений окружающих нас людей. Мы должны всё-таки в первую очередь искать свой собственный путь. И это возможно только в том случае, если мы живём по совести. Это бывает очень трудно, потому что порою, когда бывает необходимо пойти против мнения и воли коллектива, общества, ты испытываешь некий дискомфорт. Ты задаёшь вопрос, ну как же так, все думают так, а вот я думаю иначе. Не есть ли это моя гордость, не есть ли это моё тщеславие, не есть ли это моя какая-то ошибка. Ну и на самом деле на эти вопросы не получишь ответа, пока не попробуешь действовать. В течение времени ты начинаешь понимать, что в тебе на самом деле, что тобой движет. Твоя гордыня, твоё самолюбие или же твоя совесть, понимаемая про тобой правильное чувство долга. И здесь главным ориентиром для нас, безусловно, становится Евангелие. Потому что есть масса ситуаций, скажем так, которые нас обучают. Потому что никто из нас не может перенестись на 2000 лет тому назад. Никто из нас не может оказаться в той ситуации, когда толпа кричала «Распни, распни!» И оказалось, что весь народ объединён в этом страшном вопле. Но тем не менее мы всё это проживаем, мы всё это со всеми с этими сталкиваемся достаточно часто. Потому что когда на наших глазах кого-то несправедливо гонят и притесняют, то, безусловно, если Господь говорит, что то, что вы сделали или не сделали, одному из малых сих, Он относит как бы к себе, то вот эти ситуации, в чём-то повторяющие евангельские события, они, безусловно, тоже относятся ко Христу. И если мы бываем готовы, преодолев страх, преодолев дискомфорт, преодолев какие-то неудобства, которые нам это доставляет, встать рядом с тем, кто несправедливо гоним и притесняем, и сказать слово в его защиту, то мы, безусловно, приобретаем опыт, который помогает нам и во многих других ситуациях. Ну и точно так же в массе других случаев, о которых нам Евангелие говорит совершенно прямо и недосмысленно. Если мы не игнорируем это указание Евангелия, то опыт, который мы таким образом приобретаем, становится совершенно универсальным, он учит нас всему. А у нас проблема заключается в том, что мы в том, в чём евангельская заповедь бывает очевидна, мы ею пренебрегаем, а потом ищем ответы, как поступить в какой-то крайне сложной, запутанной ситуации. Вот к этой крайне сложной, запутанной ситуации нас подготовила бы вся наша христианская жизнь, если бы она была правильной. А поскольку её нет, мы раз за разом оказываемся в тупике. И приходим к кому-то за ответами, а ответы все лежат на поверхности. Продолжение следует... Не столько из любви к этой сломанной игрушке, сколько он находит в этом какую-то определённость. Я ненавижу или не могу простить, или я горю об этой игрушке. И это всё определяет моё положение в пространстве. И я не могу от всего этого отказаться, потому что тогда я боюсь потерять себя, если я не буду себя как-то идентифицировать через ненависть, плачь. Ну, вот как-то так. Я понятно объясню? И если я от всего этого откажусь, я выйду из шаблона. Это свобода, ответственность. Это всё непонятно, что с этим делать. Я только уточню. Вы задаёте этот вопрос про себя, или вы высказываете предположение, что так у большинства людей? Ну, я объясню, почему я это спрашиваю, потому что я просто хотел понять, вы так думаете сами, или думаете, что так думают многие люди? Нет, наверное, я так думаю про себя. Потому что я думаю, если я откажусь от этого или от этого, что мне дальше делать? А через это это как вот какие-то вот очертания приобретает мой мир. Дело в том, что всегда есть риск как-то свою жизнь формализовать, то есть заключить его определённые формы. И мне кажется, что именно вот в этом заключении определённые формы и находится наш уход от самих себя, наша потеря самих себя. Почему я так считаю? Потому что нам как бы подсказан уже какой-то ответ. Нам подсказан какой-то образ действий, вот примерно таким образом, как об этом говорите вы. Но есть ведь и другие пути, которые, может быть, тянутся, которых ищет наша душа, а мы скорбим, потому что принято скорбеть, держимся за что-то, потому что за это принято держаться, и оказываемся совершенно неспособны идти дальше. Ведь жизнь, безусловно, это путь, который нам Господь даёт. Вот когда приходится говорить о смысле жизни, вот мне кажется, что есть разные частные смыслы жизни, но для верующего человека вот самым главным основным смыслом жизни является то, что Бог дал ему жизнь, и раз Бог дал ему жизнь, то в этой жизни есть смысл. Она наделена смыслом, поскольку это божественный дар. И в каждом шаге на этом пути, в каждом мгновении на этом пути тоже заключается смысл. А частные какие-то смыслы человек отыскивает уже самостоятельно. Но вот это понимание, осмысленность нашего бытия, мне кажется, является всё-таки для верующего человека ключевым. И если оказывается, что мы должны остановиться и плакать у сломанной игрушки, переживать какую-то потерю всю свою жизнь, то мы не проходим этот путь как должно. Мы не идём дальше. И мы, безусловно, не взрослеем, не перерастаем в самих себя. И мы не смотрим на то, что Господь нам хочет ещё в этой жизни показать, что Он хочет нам открыть, чем Он хочет нас научить. Мы остались вот там же, у какой-то песочницы, и у неё горько проливаем слёзы. Мне кажется, что не имеем мы на это права. Спасибо. И это, к слову сказать, вот тоже к такому ложному утверждению, что христианство заставляет человека всю жизнь страдать и говорит ему о том, что страдание – это его дел. Христианство констатирует, что наша жизнь наполнена страданием и побуждает нас страдания преодолевать. А вот то, как раз о чём говорите вы, это какое-то заключение себя вот в эту оболочку страдания. Не должны мы в нём жить. Мы должны от пережитого нами страдания, которые мы перерасли, и к следующему, с которым мы ещё не справились. Друзья, простите, что я уже второй раз влезаю без очереди. Просто хотелось дополнить вопрос. Мне кажется, вот эти вопросы, два, их можно было бы обобщить. И говоря вот о скорби, который действительно часто наблюдается в наших глазах, вот хотелось бы говорить не о богословии, о неком ощущении всех нас в нашем пространстве, в пространстве нашей церкви. И вот сейчас вопрос прозвучал, мне кажется, он тоже важный. И вот я хотел бы его только дополнить. Вот у Ава Дорофея говорится о трёх ступенях духовного пути. Вот степень раба, степень наёмника и степень сына. И, собственно, путь христианина – это, в общем, в какой-то степени, так или иначе, через эти ступени пройти. Но вот не кажется ли вам, отец Нектарий, что часто в нашей церковной жизни происходит всё несколько иначе? Вот можно взять теорию, вот есть такой трансакционный анализ, в котором утверждается, что в каждом человеке есть подсознательный сценарий, большинство этих сценариев разрушительные, человек сознательно транслирует одно, а подсознательно он действует по своему сценарию. И, например, есть такие сценарии, когда человеку выгодно ощущать себя всё время одиноким, брошенным, потому что он получает вторичную выгоду и все отношения с людьми, он так или иначе подсознательно к этому ведёт. Например, и не кажется ли вам, что в силу того, что сама наша традиция, которая, безусловно, нужна, которая нужна как упражнение, она зачастую воспринимается как смысл жизни и как сам путь. И человек начинает вращаться в этой традиции. И вот этого самого совладания с горем, преодоления христианского этого горя не происходит, потому что человек в свой сценарий включает и все церковные реалии, исповедь, таинство, богослужение, церковный календарь. Постоянно что-то происходит, и человек не выходит через это всё к Христу, к ближнему, к самому себе, а как бы вот саму церковную реалию в свой вот этот сценарий включает, который, безусловно, его приводит к тому грустному тезису, который заключается лишь в том, что вот он, ну так или иначе, сам не понимая того, вторичную выгоду извлекает и не может вырваться из этого, не может ощутить Бога, не может ощутить себя счастливым, поэтому, может быть, он не улыбается. Ну, одним из основоположников, или даже основоположником теории трансляционного анализа, если не ошибаюсь, был Эрик Берн, да? И его самой известной книгой была книга «Игры, в которые играют люди», ну и, соответственно, «Люди, которые играют в игры». Я помню, когда я эту книгу первый раз прочитал, меня поразила, с одной стороны, какая-то точность, вот потому что действительно всё стало на свои места, я понял, что происходит в окружающей нашей жизни. Колоссальное количество людей, которые играют в какие-то игры, осознанно или неосознанно. И действительно, если взять вот эту замечательную, но в то же время очень страшную книгу «Берна», то можно разложить действия окружающих людей, практически большинства из них, на те игры, в которые не играют. И появляется понимание, что делать, когда все заняты этими играми, как эти игры разрушать, как им противостоять, когда они сами по себе носят какой-то деструктивный характер. Но у меня появилось самое главное желание, желание не играть, а жить. И, наверное, вот главное, что мне захотелось книге предупоставить, это уверенность в том, что можно от игр в своей собственной жизни освободиться, потому что, ну, нет никакого желания играть, ни во что. Есть жизнь, и она пройдёт, и второй не будет, и будет очень страшно, если большая часть окажется посвящённой каким-то играм. И именно эти игры, они становятся препятственными к Богу, потому что невозможно играть и жить поистине, жить с Богом, потому что это вещи прямо друг другу противоположны. Если ты играешь, то ты самим собой уже нечестен. Ну, ты нечестен с окружающими тебя людьми, ты нечестен с Богом, и причём самое страшное, что ты этого можешь даже совершенно не осознавать, потому что это для тебя привычная форма жизни. Я на самом деле очень многим людям и советовал, и советую эту книгу прочесть не как руководство к действию, а как вот средство, помогающее заглянуть в себя самого и понять, до какой степени ты живёшь и до какой степени ты играешь. Ну, все, наверное, знают, какого рода есть игры. Вот самая простая игра — это человек, который забивает гвоздь, попадает себе раз за разом по пальцу, разбивает палец, он злится, он раздражается, хотя никто и ничто, кроме его руки неверной, в этом не виновата. Ну, вот кто-то заходит в комнату, произносит какие-то слова, обращенные к этому человеку, человек очередной раз в этот момент попадает по пальцу, и тут выясняется, кто виноват в том, что палец уже синий. Тот человек, который пришёл, задал этот вопрос к тому времени, когда палец уже посинел. И человек, причём, может быть, в какой-то момент это делает осознанно, а потом продолжает делать неосознанно. Это самая простая игра. Таких игр огромное количество. Точно так же, как сознательное или бессознательное помещение себя человеком в разряд ребёнка, взрослого и построение общения с другим человеком, вот исходя из того, что ты ребёнок, общающийся взрослым или взрослый, общающийся ребёнком. Но христианин – это тот человек, который призван свою жизнь от всех нагромождений освободить. Вот есть, опять-таки, не до конца нами, наверное, понимаемые слова Христа «познаете истины, но истинно сделает вас свободными». Свободны от очень многих вещей, в том числе от игр. И это истинно может дать человеку возможность, способность просто жить, той жизнью, которую тебе Господь дал, ни на что другое её не тратя. Вот ко второй части вопроса, он, мне кажется, досоставен всё-таки. Нужно, наверное, сказать, что с одной стороны всему, что мы делаем в жизни, бывает нужна какая-то внешняя сторона, какая-то внешняя организация, потому что она как-то нас подпирает, что ли, не даёт нам как-то уходить в сторону. Вот есть церковная жизнь как некая форма всё же, которая сложилась в течение столетий, которая, может быть, не до конца совершенной, но лучше нам изобрести не удаётся. И она нас поддерживает. Вот строй богослужебной жизни, периодичность нашего участия в таинствах, это всё для нас нужно, как некая поддержка. Но как только человек начинает думать, что его христианская жизнь и, собственно говоря, его жизнь в церкви заключается в следовании определённому набору правил, определённому какому-то кругу действий, он тут же живую и настоящую подлинную жизнь утрачивает. И, наверное, вот проще всего проверить себя, вот той ли жизнью ты живёшь, находясь в церкви, которой должен жить, или же не той, действительно ли в твоей жизни Господь находится на первом месте, действительно ли в центре твоей христианской жизни находятся твои личные взаимоотношения с Богом, или же находится что-то другое, или этих отношений нет вообще на данный момент. Вот, если их нет, или если они находятся не на первом месте, то очевидно, что это не совсем христианство и не совсем церковная жизнь, а что-то такое на периферии христианской жизни, что-то такое на периферии в жизни церковной находящейся. И себя нужно не побояться подвинуть к центру этой жизни, как бы это ни было тяжело, как бы это ни было в какие-то моменты страшно, потому что мы зачастую почему выбираем эту периферию, на ней находиться проще. Вот, и если человек приходит к центру, средоточит эту жизнь, то, мне кажется, вот разрешаются те противоречия, о которых вы говорите. На самом деле, опять-таки, ответ простой, а путь к этому крайне сложный. Вот, и у нас есть такая какая-то слабость, а тоже вот наша, на самом деле, такая вот игра, очень распространенная в нашей церковной жизни, она заключается в следующем. Я знаю, как надо поступать, я много раз об этом читал, я убеждался в этом на собственном опыте, но я так не поступаю. Я как бы забываю о том, как надо поступать, и потом я иду к кому-то и спрашиваю, а как надо поступать. Вот, если мы понимаем, что мы в эту игру играем, срочно надо прекращать в нее играть, потому что эта игра, она абсолютно убивает живую христианскую жизнь. Ну, вот приходит человек задать вопрос, а вот как надо в этой ситуации действовать? А как вы думаете, как надо в этой ситуации действовать? Вот так-то, правильно, идите, действуйте. И я тоже буду стараться. У меня есть знакомая женщина, интересная, самодостаточная. Она одна воспитала ребенка, ребенок уже сейчас вырос. Женщина, ну, как бы вот на протяжении этого времени, пока она воспитывала ребенка, она молилась все время Богу о том, чтобы он ей послал спутника жизни, чтобы создать семью полноценную, чтобы рядом был мужчина. Ну, время проходило, мужчину она не встречала, продолжала жить с ребенком. И совсем недавно она поехала в монастырь и спросила, задала вопрос старцу, что я, говорит, вот сейчас чувствую, что как бы я, наверное, раз мне Бог не посылает эту встречу, то, наверное, я своими молитвами зря беспокою его. Наверное, мне надо прекратить обращаться к Богу с этой просьбой. Старис поинтересовался, сколько ей лет, когда он узнал, что ей за 55, и он говорит тогда ей, что я так понимаю, что вопрос уже о рождении ребенка не стоит. Она ему ответила, что, конечно, не стоит. Он говорит, тогда я считаю, что этот вопрос надо закрыть, надо, говорит, думать о спасении и думать о другом. Вот она приехала, как бы поделилась со мной. Вы как считаете, вы разделяете точку зрения? Вы знаете, я думаю, что думать о спасении христианину должно быть свойственно абсолютно в любом возрасте и абсолютно в любых жизненных обстоятельствах, и думать о спасении более чем о чем бы то ни было ином. Но каким образом это может препятствовать семейная и личная жизнь, я, честно говоря, не совсем понимаю. И, наверное, семейная жизнь, она все-таки не может заключаться только лишь в деторождении. Почему? Потому что каким-то парам Господь дает много детей, и они порой даже ропщут, почему так много детей. И такое бывает в христианской среде церковной. Вот кому-то Господь не дает детей, они ропщут на то, что детей нету. Но совершенно очевидно, что все-таки семейная жизнь – это два человека, которые друг друга любят. И я, опять же, вот я, к сожалению, в этом смысле мне приходится повторяться, но я скажу, что мне кажется, что есть некая ошибка. Вот нельзя просить о том, чтобы был рядом человек, был рядом мужчина, или чтобы была рядом женщина, потому что она должна быть, потому что это помощь, потому что это хорошо, потому что это нужно. Безусловно, такая просьба понятна. И как-то жестоко будет сказать, что она греховна. Но здесь происходит все-таки некое игнорирование личности другого человека. Здесь происходит игнорирование некого чуда, некого таинства, каковым является любовь. Потому что человек просит о том, чтобы Бог послал ему другого человека. Ну, можно просить о том, чтобы Господь послал тебе какого-то помощника. Слепой может просить о послании ему поводыря, нищия, о послании ему какого-то состоятельного человека, которому поможет. Но вот в таком качестве рассматривать спутника жизни, человека, которого ты должен любить, который должен любить тебя, и с которым вы должны стать единым целым, мне кажется, неправильно. Ошибка заключается в этом. и вот любая молитва наверное не будет погрешительной вот зачастую ведь идет исповедуются в том что я молился неразумно молился о том о чем не должен вот наверное если человек каждый свою молитву готов закончить словами сознательно совершенно впрочем господи как я хочу как ты хочешь то никакая молитва не будет погрешительной потому что в основе этой молитве будет лежать преданность воли божией и зачастую наши действия зачастую наш какая-то вот устремленность чему-либо не дает как-то не странно сказать вот не дает богу резать отношения нас то лучше что можно было бы сделать потому что мы настолько наполняем все своим каким-то неразумным стремлением свои планами которые носят ну какой-то порой совершенно несуразный характер что эти планы вступают противоречия с планом божьим о нас и того лучшего что могло бы с нами случится не случается вот поэтому очень бывает важно как бы мы чего-то не хотели все равно приходить к этому впрочем господи как я хочу как ты хочешь вот самый наверное совершенная молитва это не прошение чем-либо а констатация да будет господи воля твоя если человек к этому приходит постепенно то это заменяет абсолютно все прошения и вот в этом концентрируется абсолютно все и самое главное тогда чекам происходит то что должно происходить и он обретает в этом для себя самое настоящее счастье вот поэтому мне кажется что еще не закрыт вопрос вопрос закрывает тот или иной нашей жизни господь ничего то слово но мне так кажется я не знаю конечно кто этот ответ дал но я вот думаю так просьба ответить на два вопроса пути выхода из одиночества родителями у которых дети выросли женились вышли замуж но вот опять таки мне кажется что не может быть жизнь родителей сосредоточен только в детях вот в книге в этой этой теме тоже посвящены посвящена какая-то ее часть это тема дружбы вот на самом деле совершенно естественно когда у человека есть друзья и когда у человека совсем нет друзей когда они нету близких людей это вызывает вопрос почему так но не может быть так чтобы нам жизни встречались хорошие глубокие искренне и в чем-то близки нам люди просто у человека как правило нет друзей нет близких людей когда он занят по преимуществу самим собой когда он самим собой наполнен и когда он хочет от людей лишь чтобы они что-то ему давали не будучи готовым давать что-то им взамен и вот если человек живет такой полный полноценной жизнью то безусловно не есть близкие люди не только дети не только внуки но его жизнь наполнена людьми и вот эта проблема какого тотального одиночества когда из дома уходит сын или дочь начиная жить уже своей отдельной жизнью наверно этой проблемы не будет ну и наверное еще нужно сказать о том а все-таки этот вопрос уже как бы немного задается постфактум когда уже жизнь значительной степени прожита но у кого-то есть возможность об этом задуматься заранее почему обязательно даже так произойти что вот дети уходит из дома и родители остаются одни если в семье царила любовь то не получается так что дети уходят совсем они уходя не уходят и это то к чему безусловно уже стремится и есть немало семей где это так где расставание физическое не приводит к расставанию внутрь мы не приводит в этом ощущение одиночества на самом деле есть жизнь родителей заключалась только лишь детях то всегда нужно попытаться смотреться они был не было ли это любовь обладанием не было ли на не носила какой-то эгоистический характер потому что особенно обостренно ощущается вот этот одиночество которым идет речь в вопросе тогда когда ты воспринимаешь своих детей как какую-то вот свое достояние как свою собственность и вот эта собственность вырвалась на свободу оказалась не в твоих руках и ты ощущаешь какую-то трагедию не радуешься тому что твой сын или твоя дочь живет той самостоятельной жизни которую на призван воспринимаешь это как какую-то скорбь для себя ну мне кажется так возможно ценой в этом не согласится одиночество старости когда человек становится немощнее и слабее вот мне когда-то когда-то достаточно давно и услышал такую мысль который мне кажется очень верный что человек должен готовиться не только к смерти который является самым главным экзаменом выявляющий как бы прожить наша жизнь но человек обязательно готовится к старости ну к старости наверное это тоже самое что готовится какой-то тяжелый болезни к ним еще потому что старость становится для человека тоже очень очень серьезной проверкой и вот я думаю что каждый из нас еще не достигнув порога старости должен задаваться вопросом какой будет моя старая самое главное каким буду старости я и тогда можно очень многие скорбей со старостью связанных избежать до безусловно каждый человек может впасть в крайне интересную немощь когда он не сможет выходить из дома когда он будет прикован к постели но опять же если он проживает жизнь свою так что у него есть близкие люди для которых важно общение с ним для которых важно пребывание с ним то даже оказавшись прикованным кадру болезни он все-таки не будет одинок и вот на самом деле христианская жизнь и молитвы на части в жизни других людей не формальная настоящая подлинная дает человек удивительную возможность быть вместе с теми кто находится далеко от него и это точно что человек постигает через опыт есть у нас это опыта нету то это очень плохо его обязательно постараться стяжать обязательно надо постараться приобрести потому что когда ты ощущаешь это единство с самыми различными людьми и с близкими тебе родными и даже с теми кого ты едва знаешь и даже с теми кого ты не знаешь то это безусловно чувство вот мучительного одиночества исправляет человека ну и наверное нужно опять-таки если жизнь по христианке сознательно проживается быть готовым в старости принять от бога то что он пошлет потому что это будет то что конкретно для нас необходимо я вот на самом деле часто об этом задумываю сам и думаю вот могут быть такие испытания в старости такие такие и наверное каждый из них надо будет принять с благодарностью потому что это то время когда мы сможем восполнить то чего мы не сделали за всю свою предыдущую жизнь принимает бога то что ему угодно будет нам в это время дать друзья наверное последний вопрос или если давайте попробуем успеть два у меня большая просьба их очень очень то точно и коротко сформулировать спасибо безусловно отшельничество не является крестом как таковым если ваши если отшельничество понимается человеком правильно если мы посмотрим что писали об этом люди духовной жизни гораздо был более опытные чем мы то можно увидеть что они все говорят о том что монах приходящий монастырь должен изначально подвязаться в общежитии в общении с другими людьми и именно в этом общении он начинает видеть свои страсти потому что когда люди нас окружают наши страсти проявляют совершенно очевидным образом при столкновении с другими людьми сначала человек начинает свои страсти видеть почему вот в замкнутом пространстве в монастыре порою происходят конфликты из-за таких вещей за которых людям бы не пришел голову ссориться нигде почему именно там обнажаются какие-то вещи которых человек себе прежде не замечал именно поэтому потому что это вот школа познания себя следующий этап но на самом деле он сопряжен вот с этим же первым этапом познания себя это преодоление в себе самом того что мы в себе начинаем видеть благодаря вот этой жизни в общежитии и опять таки следующим этапом может быть то что человек переходит в жизни более уединенные но он переходит к ней не потому что он бежит от тех людей которые окружают как от какой-то помехи как от того что его раздражает как за того что он постоянно доставляет какие-то неудобства а он понимает что его душа ищет уединение для того чтобы он мог больше сконцентрироваться точно самым главным тут наверно самый главный критерий вот такой вот если человек в уединение уносит любовь к людям и молитва людях и боль о людях тогда это уединение правильное если же человек уносит туда вот ощущение того что ему нужно быть от людей подальше и чем меньше на будет видеть тем ему лучше эту день совершенно неправильно и она ничем хорошим не закончится и отшельничество это подвиг но вот называть его каким-то крестом все-таки надо будет неправильно потому что это сознательный выбор человека когда он выбирает то что для него в этой же ситуации является лучшим если человек пребывая в отшельничестве не видит плода от этого отшельничества должен обязательно его оставить вот у авва дорофея есть такая мысль вот ты находишься какое-то время в келье уединенное потом тебе нужно какой-то необходимости посетить братья ты выходишь из келья посещаешь братья и вообще не с ними ты видишь что принесло ты принесло тебе твое уединение каким ты стал потому что братья тебя очень быстро проявят волей-неволей ты либо раздражишься либо обидишься либо гордыня возгорит в твоем сердце и ты понимаешь что ничего ты еще в этой келье не собрал и в течение времени должен понять оставаться для тебя в ней или возвращаться обратно к братьям или же ты готов к так жизни совершенно уже уединенный но здесь главным опять-таки критерием является то ради чего человек идет к отшельничеству есть это та любовь к богу который в сердце человека возгорелась и которая заставила это отшельничество искать избегая всякого утешения человеческого то это отшельничество принесет плод если причина какие-то другие усталость от людей бегса от людей нетерпимость по отношению к людям то это ничего общего с христианским подвигом не имеет и самое главное что вот в отшельнице человек себя как раз не чувствует одиноким есть это отшельничество правильное и достодолжное он наоборот ощущает совершенно непостижимым образом свое единство с богом и с миром потому что если человек находясь в отшельничестве не молится о мире и не чувствует боли за этот мир то он находится там совершенно напрасно 100 лет назад 20 лет назад 10 лет назад одиночество было меньше по вашему мнению прогресс в части возрастания одиночества он возрастает и связано ли это с развитием прогресса как такового своим технологиями которые нас окружают телефоны телевидение развлечений и так далее спасибо я думаю что человек всегда был одинок но действительно с течением времени одиночество приобретает какие-то более болезненные формы потому что чем проще человек тем проще естественное переживание чем сложнее человек чем чем он больнее чем он чем он изломаннее тем его переживания более изломанный вот такой болезненный характер носит можно здесь говорить о роли научно-технического прогресса наверное можно отчасти потому что очень многие вещи в нашу жизнь входящие нашу жизнь меняют ну скажем так определенные технические скажем так достижения которые с одной стороны упрощают нашу жизнь они делают нас гораздо более хрупкими гораздо более капризными гораздо более зависимыми и гораздо более слабыми ну пример можно привести масса вы знаете вот человек может испытывать колоссальную зависимость от телевизионного пульта от мобильного телефона от массы вещей которым привык поседневной жизни и лишь его чего-то из этого он будет испытывать совершенно колоссальный дискомфорт и точно так же как человек привык пользоваться каким техническим средством привыкает пользоваться другими людьми это вещи очень близко на самом деле порядка и как только он чувствует что у него отняли какого-то человека или отняли людей отняли общение он начинает испытывать очень серьезные страдания из-за этого вообще человеку необходимо какая-то школа лишений себя того в чем он нуждается для того чтобы становиться сильнее для того чтобы становиться выносливее потому что иначе человеку просто очень-очень легко погибнуть если он привык к тому что то что ему нужно у него всегда есть ну собственно говоря такую школу такого рода упражнение дает нам сама жизнь надо просто относиться к этому как к урокам а не как каким-то невосполнимым потерям спасибо большое спасибо за ваши сегодняшние ответы в общем действительно очень много вы наверное дали нам всем я наверное выражу общее мнение скажу что мы здесь недаром и очень многие наверное получили то зачем сюда пришли вот единственный последний вопрос он наверное связан с тем что вы говорили перед этим что одиночество человек испытывает тогда когда он либо не понимает самого себя о чем вы уже говорили либо тогда когда он не испытывает скажем достаточно большого интереса к другим людям но вот как не перепутать то есть когда ты занимаешься проблемами других людей там вот крутишься вертишься то как раз о чем вы говорили в начале когда ты может быть живешь жизнью других людей но сама эта жизнь тебя не затрагивает ты как не перепутать как вот не не увлечься вот помощью например или какими-то другими действиями для других людей при этом к этим людям не испытывая практически никакого интереса вот бывает такое или нет и как этого избежать вы знаете безусловно такое бывает но думаю что все таки отличить одно от другое возможно и если это не не всегда понятно бывает со стороны то сам человек если он подобного рода вопросом задается он безусловно ответ на него найдет я бы хотел уточнить вы ваш вопрос носил теоретические характеры или же или практически а вам приходится сталкиваться с тем что вы не способны одно отличие от другого или нет я попытаюсь на вопрос ответить необходимости это один вариант или когда ты делаешь что-то ты понимаешь что это вроде бы нужно но для тебя это но для тебя это но ты не испытываешь не вполне себе понимаешь а зачем ты это делаешь потому что на самом деле свое пустое время хотя этому человеку которому ты помогаешь действительно я попытаюсь на этот вопрос ответить дело в том что есть вещи о которых мы знаем что и делать должно знаем ну в силу того что может быть просто являемся как-то принято говорить приличными людьми и знаем что приличествует приличным людям или же знаем потому что мы христиане и знаем что должен делать христи в тех или иных ситуациях и бывает так что мы понуждаем себя это делать не потому что у нас лежит к этому сердце а потому что мы понимаем что таков наш долг безусловно это некое несовершенное исполнение заповеди о любви к ближнему но надо начинать хотя бы с него а потом уже давать этому внешнему действию правильное наполнение знаете вот бывает так что возникает желание что-то сделать у человека доброе и когда человек на секунду останавливается задумывается о том что движет им вот что в нем возбуждает это желание понимая что его к этому побуждает тщеславие или желание чтобы иначе говоря чтобы другие увидели какой он хороший и человек решает что раз я собирался это доброе дело сделать для того что другие великое хорошее его делать не буду но остается еще одна составляющая этой ситуации остается тот человек который он собирался помочь и которому он решил не помогать поскольку в основе его желания лежало что-то дурное вот это тот самый момент когда нужно вспомнить о том что корень ситуации зерно ситуации получается вот в этом другом человеке нуждающийся в помощи забыть о своем желании быть хорошим или каким-то еще и просто помогать этому человеку и когда ты так поступаешь ты только этот момент видишь что твой намерение становится совершенно правильным то есть у человека есть возможность в управлении своих намерений то есть мы начинаем что-то делать по ложному побуждению анализируем наше побуждение и неправильное побуждение меняем на правильное и если мы делали что-то для людей доброе не интересуюсь ими то ничто не мешает нам начать ими интересоваться и если мы делали что-то для людей наполнять им свою собственную жизнь и мы поняли что это неправильно ничто не мешает нам сместить вот этот акцент и начать делать то доброе что мы делали делали собственно ради них самих человек такую способность переучиться и перенастроится он имеет. Тут самое главное, если у человека такое желание, если он понимает, что это необходимо. А как приходит человек к этому пониманию, это достаточно мучительный путь к нему ведущий, но это то творчество, к которому признан каждый из нас. Я всё время к этому возвращаюсь, к тому, что христианская жизнь – это выше доступная человеку форма творчества. И это обязательно нужно понимать, потому что когда человек к этому пониманию приходит, Его христианская жизнь никогда не бывает ни рутинной, ни обыденной, ни скучной. Она становится очень-очень интересной. Спасибо, друзья. Хорошо нам здесь быть, и вопросы не иссякают. Я вынужден все-таки сказать, что последний вопрос. Вот гость хочет задать, и, наверное, мы уже потихонечку-потихонечку будем завершать. Вы уже простите, если кто-то не успел задать свой вопрос, пожалуйста. Спасибо огромное, что можно задать еще один вопрос. Отец Нектарий, я, во-первых, хочу вас поблагодарить, потому что ваша книжка, одна из ваших книг, очень помогла мне в трудный момент. Там есть такой, я не помню, точно как она называлась, но смысл был такой, что мы все ошибаемся, и не по одному разу наступаем на те же грабли. Но в результате все-таки мы научаемся делать правильно. Помните вот этот момент? Она дала мне в какой-то момент моей жизни просто надежду, что когда-нибудь я все-таки смогу поступать так, как нужно. Даже если я там тысячу раз ошибусь, тысячу раз упаду, все равно, может быть, к концу жизни я научусь поступать как нужно. Но это вот я хотела просто поблагодарить. А второй вопрос, что делать, если ты в себе видишь внутреннюю ложь, что ты настолько разделен, как будто в тебе живет два человека. Ты видишь в себе хорошего человека, а на деле получается, что ты просто не видишь себя таким, какой ты есть. И вот эта ложь, она тебя разделяет, можно сказать, просто до основания. Что ты начинаешь себя ненавидеть до такой степени, что даже надежды какой-то не остается, отчаяние берет. И тем не менее ты опять поступаешь так же в следующий раз. То есть ты опять лжешь. И другим лжешь, и себе лжешь. Вот что с этим делать, и как начать выходить хотя бы из этой ямы, из этого состояния. Спасибо. Спасибо. Спасибо и за те слова, которые вы сказали вначале, потому что они для меня на самом деле по-настоящему важны. И я часто себя ловлю на том, что в такого рода поддержке очень нуждаюсь, и она порой приходит очень своевременно. Когда кто-то напоминает мне что-то из того, что в какой-то момент я написал или сказал, когда я начинаю об этом забывать. Когда слово ко мне самому возвращается, я понимаю, насколько я в нем сам нуждаюсь, насколько я это для самого себя либо сказал, либо написал. А что касается второго вопроса, я думаю, прежде всего нужно понять, что вот это видение в себе самом лжи – это огромное благо. Нету ни одного человека на земле, и тем более ни одного человека, находящегося здесь сегодня, вот в этой аудитории, в котором бы этой лжи не было. Но людей, которые в себе ее не замечают и не видят, подавляющее большинство. И трагедия заключается не в том, чтобы видеть в себе эту ложь, а в том, чтобы в себе ее не видеть. Когда мы видим болезнь, мы имеем шанс ее преодолеть. Мы имеем возможность хотя бы ослабить действие болезни. И если не совершенно от нее исцелиться, то, по крайней мере, не дать ей нас погубить окончательно. А как человек начинает бороться с ложью в себе самом? Вот тут тоже очень важный момент. Вы говорите о том, что начинаешь себя за это ненавидеть. Когда святые отцы говорят о том, что мы должны ненавидеть грех, а не грешника, то, безусловно, обязательно нужно понимать, что речь идет не только о других людях, речь идет о нас самих. И когда мы видим в себе грех, это не основание для того, чтобы мы ненавидели самих себя. Вот ненавидеть самого себя – это тоже огромное беззаконие перед Богом. Потому что это в этом даже какой-то робот на Бога заключается. Человек должен ненавидеть грех в себе. И как только в человеке вот этот акцент с ненависти к себе смещается на ненависть к греху в себе, начинается процесс забавления от него. Потому что, вот знаете, большинство людей, когда их что-то в их жизни тяготит, когда им что-то мешает, они стараются от этого избавиться. Есть, конечно, такое патологическое состояние, когда человек обнимает вот свое страдание, обнимает свое неудобство, с ним всю жизнь проживает вот так, что его не оторвешь от него. Но это патологическое состояние, все-таки мы не об этом говорим. А конкретное преодоление лжи часто бывает так, что приходит на исповедь ребенок и говорит о том, что он постоянно врет. И не все дети бывают готовы к такого рода способу борьбы с своей ложью, но некоторые, кажется, готовы. Со взрослыми это реже бывает, взрослые реже об этом говорят так ясно, как дети. И когда ты предлагаешь ребенку, вот ты солгал, сделай простую вещь. Пойди к тому, кому ты солгал, и скажи, что я соврал, на самом деле вот все так-то и так-то. Это такой опыт преодоления себя, это такой опыт приобретения мужества всем нам необходимого, который крайне важен. Но если это можно сказать ребенку, это можно сказать самому себе. Вот каждый раз, когда мы в себе обретаем какую-то ложь, нужно иметь мужество ее в себе преодолеть. Это может удастся один раз из десяти, один раз из сотни раз, потом может быть чуть больше, потом еще чуть больше. И весь вопрос не в том, чего мы в этом отношении достигнем, а весь вопрос в том, насколько мы непримиримы будем с этим бороться. Вот то, о чем вы, собственно, сказали вначале. Сотни, тысячи раз падение в один и тот же грех. Но если есть решимость вставать и идти вновь и вновь, то это и есть путь спасения. Путь спасения заключается не в том, чтобы мы перестали что-то делать совершенно, не чтобы мы стали совершенными в принципе, потому что наша жизнь христианская – это стремление к совершенству, а не достижение его. Поэтому, как во всем остальном, так и в этом совершенно не отчаивайтесь. Самое главное, самое главное – не примиряться с этим в себе, не терять способности испытывать от этого боль и с этим бороться. Это вот к вопросу, который звучал о том, переживает ли христиан жизнь как трагедию или не переживает. Ну вот можно всю жизнь себе лгать и не воспринимать как трагедию, а можно воспринимать как трагедию. Но один человек так и погибнет в своей лжи, не воспринимая как трагедию, а другой будет её так воспринимать и будет день за днём её преодолевать в себе. Но это не трагедия, это счастье. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Я прошу прощения, мне вот захотелось сказать буквально несколько слов не в качестве ответа на чьи-то вопросы, а в качестве, наверное, вот ответа на какую-то ситуацию, которую вот трудно в нашей церковной жизни не замечать. Вот может быть я ошибаюсь и вы меня поправите, но мне кажется, что всеми нами очень часто обладает дух совершенно расслабляющего нас уныния. И мы испытываем не только одиночество, мы испытываем очень часто какие-то недоумения, которые не находят своё разрешение. У нас действительно очень многое не получается из того, что должно получаться. И более того, мы оглядываемся по сторонам и понимаем, что у других это тоже не получается. И от этого опускаются руки. Начинает казаться, что ровным счётом ничего невозможно. Но это не так. Потому что, как вот я говорил чуть раньше, подвигом для человека является не совершение каких-то великих деяний, а посредневное преодоление себя в том, что для нас трудно. И если мы идём путём этого преодоления шаг за шагом, падаем, встаём, спотыкаемся, снова падаем, снова встаём, то повода для того, чтобы внувать, у нас нет. И редко почему-то мы об этом говорим, но вот эта заповедь радоваться, она крайне важна для каждого христианина. Каждый человек, если он не радуется, он перед Богом тяжко согрешает. Только, конечно, эта радость не должна быть не искусственной, не придуманной. Мы должны очень глубоко внутренне понять, чему же, собственно говоря, нам радоваться. И каждый из нас должен искать для себя ответ на этот вопрос и радоваться учиться. Потому что без этого христианская жизнь, она обращается в какой-то соблазн для тех, кто с ней не знаком. И кажется одной непрекращающейся трагедией. А это не так. Спасибо большое. Спасибо, дорогой отец Нектарий. Спасибо вам, дорогие гости. По-моему, беседа была очень содержательной. Не всегда бывает так, что авторы не отпускают вопросы. Все, к сожалению, задать не успели. Но я думаю, что книга даст ответы на многие вопросы. И вот хотелось бы в завершение сказать, что удивительно, что сегодняшнее евангельское чтение раскрывает два аспекта такого вот преодоления понимания одиночества. Со стороны, может ли быть человек одинок, ответ притч о пастыре, который идет за овцой, оставляет 99. Если эта овца остается одна, она не может быть одна, потому что пастырь за ней уже идет. И Бог настолько любит человека, что Он всегда протягивает ему руку. И, наверное, преодоление одиночества – это все-таки такая школа жизни, как взяться за эту руку и идти с Богом. И другой фрагмент совершенно потрясающий, который говорит о другом аспекте преодоления одиночества, он говорит о церкви. И есть момент, где Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, которые очень странно воспринимаются. Вот люди начинают молиться по соглашению, какие-то там с обоюдной записки писать, хотя речь идет абсолютно о другом. Речь идет о церкви, о преодолении одиночества в совместной молитве, в совместном служении, в совместной любви, в совместном устремлении мыслей, мотивов и деятельности к Иисусу Христу. Спасибо всем большое. И, наверное, отец Нектари сможет поставить автограф, подписать книжки. Спасибо вам. Скажите, об записи, предписи, подключать книжки. Субтитры сделал DimaTorzok